Редьярд Киплинг. Маленькие сказки Содержание Слоненок Как было написано первое письмо, Как была выдумана азбука, Как кит получил свою глотку, Как носороб получил свою кожу, Как верблюд получил свой горб, Как леопард получил свои пятна Приключения старого кенгуру Первые броненосцы Как краб играл с морем, Как кот гулял, где ему вздумается, Как мотылек топнул Слоненок В отдаленные времена, милые мои, слон не имел хобота. У него был только черноватый толстый нос, величиной из сапог, который качался из стороны в сторону, и поднимать им слон ничего не мог. Но появился на свете один слон, молоденький слон, слоненок, который отличался неугомонным любопытством и поминутно задавал какие-нибудь вопросы. Он жил в Африке и всю Африку одолевал своим любопытством. Он спрашивал своего высокого дядю Страуса, отчего у него перья растут на хвосте, высокий дядя Страус за это бил его своей твердой притвердой лапой. Он спрашивал свою высокую тетю жирафу, отчего у нее шкура пятнистая, высокая тетя жирафа за это била его своим твердым притвердым копытом. И все-таки любопытство его не унималось. Он спрашивал своего толстого дядю Гиппопотома, отчего у него глаза красные, толстый дядя Гиппопотом за это бил его своим широким-прешироким копытом. Он спрашивал своего волосатого дядю Павиана, отчего дыня имеет такой, а не иной вкус, волосатый дядя Павиан за это бил его своей мохнатой-примохнатой рукой. И все-таки любопытство его не унималось. Он задавал вопросы обо всем, что только видел, слышал, пробовал, нюхал, щупал, а все дядюшки и тетушки за это били его. И все-таки любопытство его не унималось. В одно прекрасное утро перед весенним равноденствием звездочка неугомонный слоненок задал новый странный вопрос. Он спросил, что у крокодила бывает на обед. Все громко закричали, ша-ша, и принялись долго, безостановочно бить его. Когда наконец его оставили в покое, слоненок увидел птицу Колокола, сидевший на кусте терновника, и сказал, Отец бил меня, мать била меня, дядюшки и тетушки били меня за... неугомонное любопытство, а я все-таки хочу знать, что у крокодила бывает на обед. Звездочка равноденствий, это время, когда день равняется ночи. 1Она бывает весенняя и осенняя. 2Весенняя приходится на двадцать-двадцать один марта, а осенняя, на двадцать три сентября. 9Птица Колокола мрачно каркнула ему в ответ 1- Ступай на берег большой серо-зеленой мутной реки Лемпопа, где растут деревья лихорадки, и сам посмотри. 9На следующее утро, когда равноденствие уже окончилось, неугомонный слоненок взял сто фунтов звездочка бананов, мелких с красной кожицей, 1сто фунтов сахарного тростника, длинного с темной корой, и семнадцать дынь, зеленых, хрустящих, и заявил своим милым родичам 0прощайте. 9Я иду к большой серо-зеленой мутной реки Лемпопа, где растут деревья лихорадки, чтобы узнать, что у крокодила бывает на обед. 1Он ушел, немного разгоряченный, но нисколько не удивленный. 2По дороге он ел дыни, а корки бросал, так как не мог их подбирать. 2Шел он, шел на северо-восток и все ел дыни, пока не пришел на берег большой серо-зеленой мутной реки Лемпопа, где растут деревья лихорадки, 9как ему говорила птица Кола-Кола. 1Надо вам сказать, милые мои, что до той самой недели, до того самого дня, до того самого часа, до той самой минуты неугомонный слоненок никогда не 8видал крокодила и даже не знал, как он выглядит. 3Звездочка фунт равняется приблизительно 454 г, значит, слоненок взял с собой более сорок пять кг бананов и более сорок пять кг сахарного тростника. 9Первой, кто попался слоненку на глаза, был двухцветный питон, огромная змея, обвившаяся вокруг скалистой глыбы. 9- Простите, – вежливо сказал слоненок, – не видали ли вы в этих краях крокодила? 9- Не видал ли я крокодила? 9- гневно воскликнул питон. 9- Что за вопрос? 0- Простите, – повторил слоненок, – но не можете ли вы сказать мне, что у крокодила бывает на обед? 9Двухцветный питон мгновенно развернулся и стал бить слоненка своим тяжелым притяжелым хвостом. 9- Странно! – заметил слоненок. 9- Отец и мать, родной дядюшка и родная тетушка, не говоря уже о другом дяде Гиппопотомии третьем дяде Павиане, все били меня за… неугомонное любопытство. 9Вероятно, и теперь мне за это же достается. 9Он вежливо попрощался с питоном, помог ему опять обвиться вокруг скалистой глыбы и пошел дальше, немного разгоряченный, но нисколько неудивленный. 9По дороге он ел дыни, а корки бросал, так как не мог их подбирать. 9У самого берега большой серо-зеленый мутный реки Лимпопона наступил на что-то, показавшееся ему бревном. 9- На этой картинке изображен слоненок, которого крокодил тянет за нос. 9Он очень изумленный и ошеломлен. 9Ему больно, и он говорит в нос, не надо. 9Пустите. 1Он тянет в свою сторону, а крокодил в свою. 2Двухцветный питон поспешно плывет на помощь слоненку. 1Черное пятно справа изображает берег большой серо-зеленой мутной реки Лимпопа, раскрасить картинку мне не позволено. 1Растение с цепкими корнями и восемью листиками, это это одно из деревьев лихорадки, которые здесь растут. 9Под картинкой изображены тени африканских животных, которые направляются в африканский наев ковчег. 9Вы видите двух львов, двух страусов, двух быков, двух верблюдов, двух баранов и еще пару зверьков, похожих на крыс, но я думаю, что это кролики я их поместил так себе, для красоты. 9Они выглядели бы еще красивее, если бы мне позволили их раскрасить. 0- Звездочка в Библии рассказывается о том, что Бог, разгневавшись на людей из-за их плохое поведение, решил послать на землю потоп. 1Он пощадил только одну семью, праведника Ноября, который по велению Бога построил большой деревянный корабль, ковчег, и, взяв с собой по паре всех животных, 0закрылся в нем. 9Сорок дней и начали лил дождь. 1Вся земля была затоплена. 1Затем дождь прекратился, и все обитатели ковчега вышли на сушу. 2От них пошли новые поколения людей и животных. 2Однако в действительности это был крокодил. 9Да, милые мои. 9И крокодил подмигнул глазом, вот так. 0- Простите, – вежливо сказал слоненок, – не случалось ли вам в этих краях встречать крокодила? 0Тогда крокодил прищурил другой глаз и наполовину высунул хвост из тины. 0Слоненок вежливо попятился, ему вовсе не хотелось, чтобы его опять побили. 2- Иди сюда, малютка, – сказал крокодил. 0- Отчего ты об этом спрашиваешь? 0- Простите, – вежливо ответил слоненок, – но отец меня бил, мать меня била, не говоря уж о дяте Страусе и тете Жирафе, 9которая дерется так же больно, как дяде Гиппопотом и дяде Павиан. 9Бил меня даже здесь на берегу двухцветный питон, а он своим тяжелым притяжелым хвостом колотит больней их всех. 9Если вам все равно, то, пожалуйста, хоть вы меня не бейте. 2- Иди сюда, малютка, – повторило чудовище. 9- Я – крокодил. 2И в доказательство он залился крокодиловыми слезами. 9У слоненка от радости даже дух захватило. 9Он встал на колени и сказал 1- Вы тот, кого я ищу уже много дней. 9Будьте добры, скажите мне, что у вас бывает на обед. 1- Иди сюда, малютка, – ответил крокодил, – я тебе скажу на ушко. 9Слоненок пригнул голову к зубастой, зловонной пасти крокодила. 9А крокодил схватил его за нос, который у слоненка до того дня и часа был не больше сапога, хотя гораздо полезнее. 0- Кажется, сегодня, – сказал крокодил сквозь зубы, – вот так, – кажется, сегодня на обед у меня будет слоненок. 9Это вовсе не понравилось слоненку, милые мои, и он сказал в нос, вот так, не надо. 9Пустите. 9Тогда двухцветный питон со своей скалистой глыбы прошипел. 5- Мой юный друг, если ты сейчас не примешься тянуть изо всех сил, то могу тебе уверить, что твое знакомство с большим кожаным мешком, 6он имел в виду у крокодила, а кончится для тебя плачевно. 9Слоненок сел на берег и стал тянуть, 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 а его нос все вытягивался. 9Крокодил барахтался в воде, взбивая белую пену хвостом, а он тянул, тянул, тянул. 9Нос слоненка продолжал вытягиваться. 9Слоненок уперся всеми четырьмя ногами и тянул, 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 а его нос продолжал вытягиваться. 9Крокодил загребал хвостом в воду, словно веслом, а слоненок тянул, тянул, тянул. 9С каждой минутой нос его вытягивался, и как же ему было больно, ой-ой-ой! 9Слоненок почувствовал, что его ноги скользят, и сказал через нос, который у него теперь вытянулся аршина звездочка на два, знаете, 9это уже чересчур. 9Тогда на помощь явился двухцветный питон. 9Он обвился двойным кольцом вокруг задних ног слоненка и сказал, 9- Безрассудный и опрометчивый юнец. 9Мы должны теперь хорошенько приналечь, иначе тот воин в латах звездочка звездочка, он имел в виду у крокодила, милые мои, 9испортит тебе всю будущность. 9Он тянул, и слоненок тянул, и крокодил тянул. 9Но слоненок и двухцветный питон тянули сильнее. 9Наконец крокодил выпустил нос слоненка с таким всплеском, который слышен был вдоль всей реки Лимпопа. 9Слоненок упал на спину. 9Однако он не забыл сейчас же поблагодарить двухцветного питона, а затем стал ухаживать за своим бедным вытянутым носом, 9обернул его свежими банановыми листьями и погрузил в большую серо-зеленую мутную реку Лимпопа. 8X1 Оршин, это приблизительно семьдесят один смотри, значит, для нанаса у слоненка стало почти полтора метра. 9XX2 Двухцветный питон назвал так крокодила потому, что тело его покрыто толстой, местами ороговевшей кожей, которая защищает крокодила, 9как в старину защищали воины металлические латы. 9- Что ты делаешь? 9- спросил двухцветный питон. 9- Простите, – сказал слоненок, – но мой нос совсем утратил свою форму, и я жду, чтобы он съежился. 9- Ну, тебе долго придется ждать, – сказал двухцветный питон. 9- Удивительно, как иные не понимают собственного блага. 9Три дня слоненок сидел и ждал, чтобы его нос съежился. 9А нос нисколько не укорачивался и даже сделал ему глаза раскосами. 9Вы понимаете, милые мои, что крокодил вытянул ему настоящий хобот, – такой, какой и теперь бывает у слонов. 9Под конец третьего дня какая-то муха укусила слоненка в плечо. 1Сам не отдавая себе отчета, он поднял хобот и прихлопнул муху насмерть. 2- Преимущество первое! – заявил двухцветный питон. 1- Этого ты не мог бы сделать простым носом. 9Ну, теперь покушай немного. 9Сам не отдавая себе отчета, слоненок протянул хобот, выдернул огромный пучок травы, выколотил ее о свои передние ноги и отправил к себе в рот. 9- Преимущество второе! – заявил двухцветный питон. 9- Этого ты не мог бы сделать простым носом. 9Не находишь ли ты, что здесь солнце сильно припекает? 9- Правда, – ответил слоненок. 9Сам не отдавая себе отчета, он набрал тину из большой серо-зеленой мутной реки лимпопа и выплеснул себе на голову. 9Получился грязевой чепчик, который растекся за ушами. 5- Преимущество третье! – заявил двухцветный питон. 1- Этого ты не мог бы сделать простым носом. 9А не хочешь ли быть битым? 5- Простите меня, – ответил слоненок, – вовсе не хочу. 9- Ну, так не хочешь ли сам побить кого-нибудь? – продолжал двухцветный питон. 9- Очень хочу, – сказал слоненок. 1- Хорошо. 5Вот увидишь, как для этого тебе пригодится твой новый нос, – объяснил двухцветный питон. 5- Благодарю вас, – сказал слоненок. 1- Я последую вашему совету. 1Теперь я отправляюсь к своим на них и спробую. 2На этой картинке вы видите слоненка, срывающего бананы с высокого дерева своим прекрасным новым длинным хоботом. 2Я знаю, что эта картинка не очень удачна, но ничего не могу поделать, очень уж трудно рисовать бананы и слонов. 9Черная полоса позади слоненка изображает дикую болотистую местность где-то в глуши Африки. 9Слоненок делал себе грязевые чепчики из тины, которую там нашел. 1Я думаю, не дурно выйдет, если вы покрасите банановое дерево в зеленый цвет, а слоненка – в красный. 8Слоненок пошел домой через всю Африку, крутя и вертя своим хоботом. 9Когда ему хотелось полакомиться плодами, он срывал их с дерева, а не ждал, как прежде, чтобы они сами упали. 9Когда ему хотелось травы, он, не нагибаясь, выдергивал ее хоботом, а не ползал на коленях, как прежде. 9Когда мухи кусали его, он выламывал себе ветку и обмахивал сиею. 9А когда солнце припекало, он делал себе новый прохладный чепчик из тины. 9Когда ему скучно было идти, он мурлыкал песенку, и через хобот она звучала громче медных труб. 9Он нарочно свернул с дороги, чтобы найти какого-нибудь толстого гиппопотома, неродственника, и хорошенько его отколотить. 9Слоненку хотелось убедиться, прав ли двухцветный питон относительно его нового хобота. 9Все время он подбирал корки дынь, которые побросал по дороге к лимпопа, он отличался опрятностью. 6В один темный вечер он вернулся к своим и, держа хобот кольцом, сказал:" Здравствуйте!" 9Ему очень обрадовались и ответили:" Иди-ка сюда, мы тебя побьем за… неугомонное любопытство!" 9- Ба! 9- Сказал Слоненок. 1- Вы вовсе не умеете бить. 1Зато посмотрите, как я дерусь! 8Он развернул хобот и так ударил двух своих братьев, что они покатились кувырком. 9- Ой-ой-ой! 9- Воскликнули они. 1- Где ты научился таким штукам? 0Постой, что у тебя на носу? 9- Я получил новый нос от крокодила на берегу большой серо-зеленой мутной реки. 9- Килимпапа, – сказал Слоненок. 9- Я спросил, что у него бывает на обед, а он мне дал вот это. 0- Некрасиво, – сказал волосатый дядя Павиан. 9- Правда, – ответил Слоненок, – зато очень удобно. 9С этими словами он схватил своего волосатого дядю Павиана за мохнатую руку и сунул его в гнездо шершней. 9Затем Слоненок принялся бить других родственников. 9Они очень разгорячились и очень удивились. 9Слоненок повыдергал у своего высокого дяди Страуса хвостовые перья. 9Схватив свою высокую тетку жирафу за заднюю ногу, он проволок ее через кусты терновника. 9Слоненок кричал на своего толстого дядюшку Гиппопотому и задувал ему пузырь в ухо, когда тот после обеда спал в воде. 9Зато он никому не позволял обижать птицу коло-коло. 1Отношения настолько обострились, что все родичи, один за другим, поспешили на берег большой серо-зеленой мутной реки Лимпопо, 9где растут деревья лихорадки, чтобы добыть себе у крокодила новые носы. 6Когда они вернулись назад, то больше никто уже не дрался. 9С той поры, милые мои, все слоны, которых вы увидите, и даже те, которых вы не увидите, имеют такие же хоботы, как неугомонный Слоненок. 9Как было написано первое письмо, давным-давно, в незапамятные времена, милые мои, жил на свете первобытный человек. 9Жил он в пещере, еле прикрывал свое тело, не умел читать и писать, да и не стремился к этому. 1Лишь бы не голодать, вот все, что ему было нужно. 5Звали его Тягумой Бобсулай, что значит, человек, который не спешит ставить ногу вперед, но мы для краткости, милые мои, будем называть его просто Тягумой. 9Жену его звали Тишумой Тевендрау, что значит, женщина, которая задает множество вопросов, но мы для краткости, милые мои, будем называть ее просто Тишумой. 9Их маленькую дочку звали Тафимой Металлумой, что значит, шалунья, которую надо наказывать, но мы для краткости, милые мои, будем называть ее просто Тафи. 9Она была любимицей папы и мамы, и ее наказывали гораздо реже, чем следовало. 8Как только Тафи научилась бегать, то стала всюду сопровождать своего папу. 9Они не возвращались домой в пещеру, пока голод не загонял их. 9Глядя на них, Тишумой говорила, да где же вы оба были, что так вымазались? 9Право, Тягумой, ты не лучше Тафи. 9Ну, теперь слушайте. 1Однажды Тягумой у Бапсулай пошел через болото к реке Вагайна ловить багром рыбы к обеду, Тафи тоже пошла с ним. 9У Тягумой багор был деревянный с зубами акулы на конце. 8Не успел Тягумой еще поймать ни одной рыбы, как нечаянно сломал его, сильно стукнув об дно реки. 9Они были очень-очень далеко от дома, и, конечно, захватили с собою завтрак в маленьком мешочке, а Тягумой не взял запасного багра. 9- Вот тебе и рыба! 3- Сказал Тягумой. 1- Полдня придется потратить на починку. 9- А дома остался твой большой черный багор, – заметила Тафи. 9- Дай я сбегаю в пещеру и возьму его у мамы. 9- Это слишком далеко для твоих толстеньких ножек, – ответил Тягумой. 1- Кроме того, ты можешь провалиться в болото и утонуть. 9Обойдемся как-нибудь. 9Он сел, достал кожаный мешочек с оленьями жилами, полосками кожи, кусочками воска и смола и принялся чинить багр. 9Тафи тоже села, опустила ноги в воду, подперла подбородок рукою и задумалась. 9Затем она сказала, 9- Правда, папа, досадно, что мы с тобою не умеем писать. 9А то послали бы мы за новым багром. 8- Пожалуй, – ответил Тягумой. 1В это время мимо проходил чужой человек. 8Он был из племени Тевара и не понимал языка, на котором говорил Тягумой. 0Остановившись на берегу он улыбнулся маленькой Тафи, так как у него дома тоже была дочурка. 8Тягумой вытащил из своего мешочка клубок оленьих жил и стал связывать багор. 9- Иди сюда, – сказала Тафи. 9- Ты знаешь, где живет моя мама? 4Чужой человек, из племени Тевара, ответил, – Гм. 9- Глупый! – крикнула Тафи и даже топнула ножкой. 5По реке как раз плыла стая больших карпов, которых папа без багра не мог поймать. 9- Не мешай взрослым, – сказал Тягумой. 8Он так был занят своей починкой, что даже не оборачивался. 8- Я хочу, чтобы он сделал то, что я хочу, – ответила Тафи, – а он не хочет понять. 9- Не мешай мне, – сказал Тягумой, обкручивая и затягивая оленей жилы и придерживая их кончики зубами. 9Чужой человек, из племени Тевара, сел на траву, и Тафи показала ему, что делает папа. 9Чужой человек подумал, – Странная девочка. 9Она топает ножкой и делает мне гримасой. 5Вероятно, это дочь того благородного вождя, который так велик, что даже не замечает меня. 9- Я хочу, чтобы ты пошел к моей маме, – продолжала Тафи. 8- У тебя ноги длиннее моих, и ты не провалишься в болото. 9Ты спросишь папин Богор с черной ручкой. 9Он висит над очагом. 9Чужой человек, из племени Тевара, подумал, Странная, очень странная девочка. 9Она машет руками и кричит на меня, но я не понимаю, что она говорит. 5Однако я боюсь, что этот высокомерный вождь, человек, оборачивающийся к другим спиною, разгневается, если я не догадаюсь, чего она хочет. 9Он поднял большой кусок березовой коры, свернул его трубочкой и подал Тафи. 9Этим он хотел показать, милые мои, что сердце его чисто, как белая березовая кора, и зла он не причинит. 9Но Тафи не совсем верно поняла его. 8- О! – воскликнула она. 8- Ты спрашиваешь, где живет моя мама? 9Я не умею писать, но зато умею рисовать чем-нибудь острым. 9Дай мне зубокулы из твоего ожерелья. 9Чужой человек, из племени Тевара, ничего не ответил, и Тафи сама протянула ручку к его великолепному ожерелье из зерен, раковинок и зубов акулы. 9Чужой человек, из племени Тевара, подумал очень-очень странная девочка. 9Зуб акулы на моем ожерелье, заколдованной? 8Мне всегда говорили, что если кто-нибудь тронет его без моего позволения, то сейчас же распухнет или лопнет. 9А девочка не распухла и не лопнула. 9И этот важный вождь, человек, который занят своим делом, до сих пор не замечает меня и, кажется, не боится, что девочка может распухнуть или лопнуть. 9Буду-ка я повежливее. 8Он дал Тафи зуб акулы, а она легла на животик, задрала ножки, как делают дети, которые собираются рисовать, лежа на полу, и сказала, 9- Я нарисую тебе хорошенькую картинку. 4Можешь смотреть мне через плечо, только не толкни меня. 9Вот папа ловит рыбу. 9Он не похож, но мама узнает, потому что я нарисовала сломанный багор. 9А вот другой багор с черной ручкой, который ему нужен. 9Вышло, как будто багор попал ему в спину. 9Это оттого, что зуб акулый соскочил, и коры мало. 9Я хочу, чтобы ты принес нам багор, и нарисую, что я тебе это объясняю. 9У меня как будто волосы стоят дыбом, но ничего, так легче рисовать. 9Теперь я нарисую тебя. 9Ты на самом деле красивый, но я не умею рисовать, чтобы лица были красивые, уж не обижайся. 9Ты не обиделся. 9Чужой человек, из племени Тевара, улыбнулся. 9Он подумал, где-то, должно быть, идет большое сражение. 9Эта удивительная девочка, которая взяла заколдованный зуб акулы и не распухла и не лопнула, говорит мне, чтобы я позвал на помощь племя 8великого вождя. 9А он, без сомнения, великий вождь, иначе он заметил бы меня. 9- Смотри, – сказала Тафи, усердно рисуя или, точнее, царапая. 9- Вот это, ты! 9У тебя в руке папин багор, который ты должен принести. 9Теперь я покажу тебе, как найти маму. 3Ты будешь идти, идти, пока не придешь к двум деревьям, вот деревья, потом поднимешься на гору, вот гора, а потом спустишься к болоту, где много бобров. 9Я не умею рисовать бобров целиком, но я нарисовала их головы, да ты одни головы увидишь, когда будешь идти по болоту. 9Смотри только, не провались. 9Наша пещера сейчас за болотом. 9Она не такая высокая, как гора, но я не умею рисовать ничего маленького. 9У входа сидит моя мама. 9Она красивая, она самая красивая из всех мам на свете, но она не обидится, что я нарисовала ее уродом. 9Она будет довольна, потому что это я рисовала. 9Чтобы ты не забыл, я нарисовала 9Папин богор около входа. 9На самом деле, он в пещере. 9Ты только покажи маме картинку, и она тебе его даст. 9Я нарисовала, что она протягивает руки, я знаю, что она будет рада тебя видеть. 9Разве не хорошая вышла картинка? 9Ты все понял или надо тебе объяснить еще раз? 9Вот что Таффи нарисовала для него, 9- Рис! 9- Чужой человек, из племени Тивара, посмотрел на рисунок и кивнул головой. 9Он подумал, если я не приведу сюда на помощь племя великого вождя, то его убьют враги, которые с копьями сбегаются со всех сторон. 9Теперь я понимаю, почему великий вождь делает вид, что не замечает меня, он боится, что его враги прячутся в кустах и могут увидеть, 9если он передаст мне поручение. 9Оттого Том повернулся спиной, а умная и удивительная девочка тем временем нарисовала страшную картинку, показывающую его затруднительное положение. 9Я пойду звать ему на помощь. 8Он даже не спросил у Таффи дорогу, а как стрела помчался через кусты с куском березовой коры в руке. 9Таффи была очень довольна. 9- Что ты здесь сделала, Таффи? 7- спросил Тегумый. 8Он уже починил Багор и осторожно покачивал его взад и вперед. 9- Я что-то устроила, папочка. 8- сказала Таффи. 8- Ты не расспрашивай меня. 8Скоро все сам узнаешь. 8Вот ты и удивишься, папочка. 9Обещай мне, что удивишься. 9- Хорошо, – ответил Тегумый и пошел ловить рыбу. 0Чужой человек, из племени Тевара долго бежал с рисунком, пока случайно не нашел Тишума Тевендрау и входа в пещеру. 9Она разговаривала с другими первобытными женщинами, которые пришли к ней на первобытный завтрак. 9Таффи была очень похожа на мать, поэтому чужой человек, настоящий Тевара, вежливо улыбнулся и подал Тишумой березовую кору. 9Он бежал не останавливаясь и на силу переводил дух, а ноги его были поцарапаны колючками, но все-таки он старался быть вежливым. 9Увидев рисунок, Тишумой громко вскрикнула и бросилась на чужого человека. 9Другие первобытные женщины повалили его и вшестерам усилились на него, а Тишума стала драть его за волосы. 9- Это ясно, как день, – сказала она. 9- Он заколол умного Тягумая копьем и так напугал Таффи, что у нее волосы стали дыбом. 9Мало того, он еще хвалится и показывает мне ужасную картину, где все нарисовано, как было. 9Посмотрите! 1Она показала рисунок первобытным женщинам, терпеливо сидевшим на чужом человеке. 9- Вот мой Тягумая со сломанной рукой. 1Вот копье вонзилось ему в спину. 8Вот человек, прицеливающийся копьем. 9Вот другой бросает копье из пещеры, а вот куча людей, это были от Афины бобры, хотя они больше напоминали людей, чем бобров, гонятся за Тягумаем. 8Ах, ужас! 9- Ужас! 9- Повторили первобытные женщины и, к удивлению чужого человека, обмазали ему голову глиной и били его, и созвали всех вождей и колдунов своего племени. 9Те решили, что надо отрубить ему голову, но раньше он должен отвести их на берег, где спрятана бедняжка Таффи. 9Тем временем чужой человек, из племени Тавара, чувствовал себя очень неприятно. 8Женщины склеили ему волосы вязкой глиной, они катали его взад и вперед по острым камешкам, они сидели на нем в шестером, они били и колотили его так, 9что он еле дышал, и хотя он не понимал их языка, но догадывался, что они его ругали. 9Как бы то ни было, он ничего не говорил, пока не сбежалось все племя, а тогда повел всех на берег реки Вагай. 9Там Таффи плела венки из маргариток, а Тегумай ловил мелких карпов своим починенным багром. 9- Ты скоро сбегал, – сказала Таффи, – но зачем ты привел столько народу? 9Папочка, милый! 9Вот мой сюрприз! 9Ты удивился? 9Да! 9- Очень, – ответил Тегумай, – но на сегодня пропала моя рыбная ловля. 9Ведь сюда идет все наше милое, словное племя, Таффи. 9Он не ошибся. 9Впереди всех шла Тишума Тивендрау с другими женщинами. 9Они крепко держали чужого человека, у которого голова была обмазана глиной. 9За ними шли старшие и младшие вожди, помощники вождей и воины, вооруженные с головы до ног. 9Далее выступало все племя, начиная от самых богатых людей и кончая бедняками и рабами. 1Все они прыгали и кричали и распугали всю рыбу. 3Тегумай сказал им благодарственную речь. 8Тишума Тивендрау подбежала к Таффи и принялась целовать и ласкать ее, а старший вождь племени схватил Тегумая за пучок перелив на голове и стал трясти 9изо всех сил. 9- Объяснись! 9Объяснись! 9Объяснись! 8- кричало все племя Тегумою. 9- Пусти, оставь мои перья! 9- кричал Тегумый. 1- Разве человек не может сломать своего багра, чтоб не сбежались все соплеменники? 9Вы, несносные люди! 9- Кажется, вы даже не принесли папе его черного багра? 4- спросила Таффи. 1- А что вы делаете с моим чужаком? 9Они били его по двое, по трое и по целому десятку, так что у него глаза чуть не выскочили. 9Он, задыхаясь, указал на Таффи. 1- Где злые люди, которые нападали на вас, деточка? 5- спросил эти шумы Тевендрау. 1- Никто не нападал, – сказал Тегумый. 9- За все утро здесь был только несчастный человек, которого вы теперь хотите задушить. 9В своем ли вы уме? 9- Он принес ужасный рисунок, – ответил главный вождь. 9- На этом рисунке ты был пронзен копьями. 4- Это я дала ему рисунок, – сказала сконфуженная Таффи. 9- Ты? 0- В один голос воскликнуло все племя. 9- Шалунья, которую надо наказывать. 9Ты? 6- Милая Таффи, нам, кажется, достанется, – сказал папа и обнял ее одной рукой. 9Под его защитой она сразу успокоилась. 9- Объяснись! 0Объяснись! 0Объяснись! 9- воскликнул главный вождь и подпрыгнул на одной ноге. 5- Я хотела, чтобы чужак принес папин богор, и нарисовала это, – сказала Таффи. 0- Там нет людей с копьями. 0Я нарисовала богор три раза, чтобы не ошибиться. 9Я не виновата, что он как будто попал папе в голову, на березовой коре было слишком мало места. 0Мама говорит, что там злые люди, а это мои бобры. 9Я нарисовала их, чтобы показать дорогу через болото. 5Я нарисовала маму у входа в пещеру, она радуется тому, что пришел милый чужак. 9А вы все глупые люди! 0- закончила Таффи. 5- Он, хороший. 9Зачем вы обмазали ему голову глиной? 0- Вымойте сейчас! 1Все долго молчали. 1Наконец главной вождь расхохотался, за ним расхохотался чужой человек, из племени Тевара, затем Тегумай стал покатываться со смеху, 6а потом и все племя стало дружно хохотать. 8Не смеялись только Тишума Тевендрау и другие женщины. 9Главной вождь стал припевать, о, шалунья, которую надо наказывать. 9Ты напала на великое изобретение. 9- Не знаю. 9Я хотела только, чтобы принесли папин черный багор, – сказала Таффи. 8- Все равно. 9Это великое изобретение, и впоследствии люди назовут его письмом. 1Пока это лишь рисунки, а, как мы сегодня видели, рисунки не всегда понятны. 8Но настанет время, дочка Тегумая, когда мы узнаем буквы и сможем читать и писать. 9Тогда уж нас все будут понимать. 0Пусть женщина сейчас смоет глину с головы чужого человека. 9- Я буду очень рада, чтобы понимали, – сказала Таффи. 5- Теперь вы все пришли с оружием, а никто не принес папиного черного багра. 9Главной вождь на это ответил, – Милая Таффи, в следующий раз, когда ты напишешь картинку-письмо, пришли и вождь человеком, 9который говорит по-нашему и может объяснить, что оно означает. 8Мне ничего, потому что я, главный вождь, а остальному племени ты наделала хлопот, и, как видишь, чужак был очень озадачен. 8Они приняли чужого человека в свое племя, так как он был деликатен и не рассердился за то, что женщину обмазали ему голову глиной. 9Но с того дня и поныне, я думаю, что в этом виновата Таффи, лишь немногие маленькие девочки охотно учатся читать и писать. 9Другие же предпочитают рисовать картинки и играть со своими отцами, как Таффи. 8- В отдаленные времена древний народ вырезал историю Таффимы и Металлумы на Старом Слоновом Клыке. 9Если вы прочтете мою сказочку или вам ее прочтут вслух, то вы поймете, как она изображена на Клыке. 9Из этого Клыка была сделана труба, принадлежавшая племени Тягумая. 9Рисунок был нацарапан гвоздем или чем-то острым, а царапины сверху были покрыты черной краской, но все разделительные черточки и пять маленьких кружков внизу были покрыты красной краской. 9Когда-то на одном конце трубы висела сетка из зерен, раковины драгоценных камней, потом она оторвалась и потерялась. 9Остался только клочок, который вы видите. 8Вокруг рисунка, так называемые иронические письмена. 9Если вы когда-нибудь научитесь их читать, то узнаете много нового. 0Как была выдумана азбука, через неделю после происшествия с Багром, незнакомцем и рисунком Тафимы и Металломой, мы, как и прежде, милые мои, 9будем называть ее Тафи, опять отправилась со своим папой ловить карпов. 9Мама хотела, чтобы она осталась дома и помогала развешивать шкуры для просушки на больших шестах около пещеры, но Тафи чуть свет убежала за отцом на рыбную 9ловлю. 9Она шалела и резвилась и внезапно так расхохоталась, что папа сказал ей, не балуйся, девочка. 9- Ах, как это было потешно! 3- восклицала Тафи. 5- Помнишь, как старший вождь раздувал щеки и какой смешной был наш милый чужак, когда ему обмазали волосы глиной? 9- Еще бы не помнить, – ответил Тегумай, – мне пришлось отдать незнакомцу две самые лучшие оленьи шкуры за то, что мы его обидели. 9- Это не мы с тобой, а мама и ее приятельницы! – возразила Тафи. 6- Ну будет! 1Давай-ка позавтракаем! 5Тафи принялась обсасывать мозговую кость и сидела смирнехонько целых десять минут. 1Тем временем ее папа что-то царапал зубом акулы на березовой коре. 1Вдруг она сказала, 1- Папа, я придумала одну вещь! 1Крикни что-нибудь! 0- А! – крикнул Тегумай. 1- Годится? 0- Да, – ответила Тафи. 0- Знаешь, ты сейчас ужасно похож на карта с разинутым ртом. 1А ну, крикни еще раз! 0- А! 0А! 0А! 0- Крикнул Тегумай. 0- Но ты не смейся надо мною, дочка! 0- Я вовсе не смеюсь, – сказала Тафи. 0- Ты сейчас узнаешь, что я придумала. 2Скажи опять, а, и не закрывай рта, а мне дай зуб акулы. 9Я нарисую карпа с разинутым ртом. 2- Зачем? – спросил папа. 1- Разве ты не догадываешься? – сказала Тафи, царапая по березовой коре. 9- У нас с тобою будет маленький секрет. 9Когда я нарисую карпа с разинутым ртом на закоптелой стене нашей пещеры, мама, вероятно, позволит, то ты сразу вспомнишь, а? 9Мы можем играть, как будто я выскочила из темного угла и напугала тебя криком. 0Помнишь, прошлой зимой я напугала тебя в Бобровом болоте? 9- В самом деле! – воскликнул папа таким голосом, как говорят взрослые, когда внимательно слушают. 0- Продолжай, Тафи. 9- Ах, какая досада! – сказала она. 0- Я не могу нарисовать карпа целиком, вот только его рот. 9Все равно, мы будем думать, что здесь нарисован весь карп, а это его рот, означающий, а? 9Тафи нарисовала вот что. 1- Арииз.1. 0- Недурно, – сказал Тегумаю и нацарапал то же самое на другом куске березовой коры. 0- Но ты забыла, что у карпа поперек рта торчат усики. 0- С этим я не справлюсь, папа. 0- Ничего, попробуй. 1Нацарапай только открытый рот и усик. 3Мы будем знать, что ты нарисовала карпа, потому что у акуней и форелей усиков не бывает. 2Смотри, Тафи. 9И он нарисовал вот что. 3РС.2. 9- Хорошо, теперь я сделаю, – сказала Тафи. 9- Ты разберешь, если будет так. 9И она нарисовала вот что. 1- РС.3. 9- Отлично, – сказал папа. 9- Когда я увижу этот знак, то буду так же удивлен, как если б ты неожиданно выскочила из-за дерева и крикнула… а? 9- Теперь крикни что-нибудь другое, – попросила Тафи, очень довольная своей выдумкой. 0- О-о-о! – громко крикнул ее папа. 3- Гм! – заметила Тафи. 1- Это что-то сложное. 1Конец напоминает… а… или рот Карпа. 1- А как же начало, у-у-у-у-у? 0- Начало тоже похоже на тот крик, рот Карпа. 0Давай присоединим карту и туловище Карпа, – предложил папа. 9Он и сам увлекся игрою. 9- Нет. 6Если соединить, то я забуду. 9Надо, чтобы это было отдельно. 9Нарисуй хвост. 9Когда Карп закапывается в тину, то виден только его хвост. 9А потом я думаю, что хвосты легко рисовать, – сказала Тафи. 9- Хорошая мысль, – заметил Тегумай. 9- Вот тебе хвост Карпа для звука у-у-у-у. 9И он нарисовал вот что. 0- Рис.4. 9- Теперь я попробую, – сказала Тафи, – но я не умею так хорошо рисовать, как ты. 9Что, если я нарисую только краешек хвоста и черточку вместо середины? 9И она нарисовала вот что. 0- Рис.5. 9Папа кивнул головой в знак одобрения, и глаза его загорелись от восторга. 9- Как хорошо! – сказала Тафи. 9- Теперь крикни на другой лад. 9- О! – громко крикнул отец. 9- Это нетрудно изобразить, – заметила Тафи. 0- У тебя рот становится круглый, как яйцо или как камень. 9Значит, можно положить яйцо или камень. 9- Под рукой не всегда найдутся яйца или камни. 9Мы лучше нацарапаем такой кружок. 9Он нарисовал вот что. 9- Рис.6. 9- Сколько звуков мы уже с тобою нацарапали? – воскликнула Тафи. 9- Рот Карпа, хвост Карпа, яйцо. 9Крикни еще что-нибудь, папа! 5- С-с-с! – сказал папа и наморщил лоб, но девочка от возбуждения даже не заметила этого. 8- Это легко, – заявила она, царапая по коре. 8- Что такое? – спросил отец. 8- Я думаю, а ты мне мешаешь. 5- Это тоже звук. 9Так шипит змея, папа, когда она думает, а ей мешают. 9Пусть будет змея, хорошо. 8И она нарисовала вот что. 5- Рис.7. 8- Знаешь, – сказала Тафи, – у нас будет еще секрет. 8Если ты нарисуешь шипящую змею у входа в маленькую пещеру, где ты чинишь гарпуны, я буду знать, что ты крепко задумался, и войду тихо-тихо. 9Если ты ее нарисуешь на дереве около реки, когда ловишь рыбу, то я буду знать, что ты велишь мне сидеть смирно и не мешать тебе. 9- Отлично, – сказал Тегумый. 9- Это игра серьезнее, чем ты думаешь. 7Тафи, голубка, мне кажется, что дочь твоего отца придумала ловкую штуку, какой еще никто не изобрел с тех пор, как племя Тегумый научилась насаживать на 2гарпуны зубы акулы вместо кремневых наконечников. 7Мы, кажется, открыли величайшую тайну в мире. 9- Какую? 9- С любопытством спросила Тафи. 1- Сейчас объясню, – ответил папа. 9- Как называется вода на тегумыйском языке? 9- Ну, разумеется, уа, и река та же самая. 9Вагай-юа значит река Вагай. 5- Как называется вредная болотная вода, от которой люди заболевают лихорадкой? 9О! 9А что? 9- Теперь смотри, – сказал отец. 9- Представь себе, что ты увидела бы этот знак около лужи на Бобровом болоте. 1Он нарисовал вот что. 8- РС.8. 9- Хвост карпа и круглое яйцо. 9Два звука вместе. 9- О! 9Дурная вода! – воскликнула Тафи. 9- Конечно, я не стала бы пить этой воды, так как ты сказал бы, что она вредная. 9- Но мне вовсе не нужно для этого стоять у пруда. 9Я мог бы быть очень далеко, на охоте, и все-таки. 8- И все-таки я знала бы, что вода вредная, словно ты стоял бы там и говорил, – уйди, Тафи, а то получишь лихорадку. 9А на самом деле говорит это хвост карпа и яйцо. 9О, папа, надо скорее пойти и рассказать это маме. 9Девочка от восторга прыгала около отца. 9- Нет, погоди еще, – остановил ее Тегумый. 9- Надо придумать дальше. 9У-а значит дурная вода, а со, кушанье, приготовленное на огне. 9Не правда ли? 9И он нарисовал вот что. 9- РС.9. 9- Да. 6Змея и яйцо, – сказала Тафи, – это значит обед готов. 9Если б ты увидел, что на дереве выцарапаны такие знаки, то понял бы, что пора возвратиться в пещеру, и я тоже. 0- Совершенно верно, деточка, – ответил Тегумый. 9- Однако надо подумать. 9Тут есть затруднения. 9Са значит, иди обедать, а шо, это шесты, на которых мы вешаем шкуры для просушки. 5- Ах, противные шесты! – воскликнула Тафи. 9- Я ненавижу, когда мне приходится развешивать на них мокрые, тяжелые, мохнатые шкуры. 9Если ты нарисуешь змею яйцо, я подумаю, что пора обедать, и вернусь из лесу, а мама велит мне вешать шкуры, что же тогда будет? 9- Ты разозлишься, и мама тоже. 9Нет, нам надо придумать новый знак для шо. 9Нарисуем пятнистую змею, которая шипит ш ш ш, и будем играть, что простая змея шипит сссс. 9- Я не знаю, как нарисовать пятна, – сказала Тафи. 9- Да и ты сам в торопях можешь забыть про них. 9Я подумаю со, а окажется шо, и мама все-таки заставит меня развешивать шкуры. 9Нет, лучше нарисуем и те самые шесты, чтобы не было никакой ошибки. 0Я сейчас нацарапаю их. 9И она нарисовала вот что. 9- РС.10. 9- Правда, это будет лучше. 9И шесты совсем как наши, – со смехом заметил папа. 9- Теперь я тебе опять что-то скажу, где есть шесты. 9Слушай, ши. 9Потягу-мойскиши значит ведь копье, Тафи. 9Он опять засмеялся. 9- Не дразни меня, – сказала Тафи, припоминая свой рисунок, из-за которого досталось бедному незнакомцу. 0- Вот попробую сам нарисовать. 9Теперь мы обойдемся без бобров и без гор, а правда ли? – спросил папа. 9- Я нарисую стоячие копье и одно наклоненное. 9Он нарисовал вот что. 0- РС.11. 8- Даже мама на этот раз не подумала бы, что меня убили, – добавил он. 9- Не вспоминай об этом, папа. 9Мне неприятно. 9Давай будем еще кричать. 9У нас дело пошло на лад. 9- Как будто бы, – сказал Тягума и задумался. 9- Скажем теперь ши, то есть небо. 9Тафи нарисовала шесты и остановилась. 9- Нужно придумать новый знак для последнего звука, да? – спросила она. 0- Ши-е-е-е, произнес Тягумай. 9- Это похоже на круглое яйцо, только потоньше. 8- Тогда нарисуем тоненькое круглое яйцо, такое тоненькое, как лягушка, которая весь век голодала. 8- Нет, – возразил папа. 9- Если спешно нацарапать тоненькое яйцо, то мы будем ошибаться и принимать его за обыкновенное. 6Ш-ш-ш. 9Мы сделаем иначе, отломим и отогнем кусочек скорлупки. 9Тогда видно будет, что звук остановился все тоньше и тоньше, наконец, превратился в е. 9И он нарисовал вот что. 0- Р-е-с.1-2. 0- Ах, как хорошо! 9Это даже лучше тоненькой лягушки. 0Продолжай, продолжай! 9- Сказала Тафи, в свою очередь царапая по коре зубам акулы. 9Папа продолжал рисовать, хотя его рука дрожала от волнения. 9Наконец он нарисовал вот что. 9- Р-е-с.1-3. 9- Смотри-ка, Тафи, – сказал он. 9- Не поймешь ли ты, что это означает на тягумойском языке? 9Если поймешь, то мы сделали великое открытие. 9- Шесты, сломанное яйцо, хвост карпа и рот карпа, – перечисляла Тафи. 9- Шиуа, небесная вода, дождь. 1В это время на руку ей упала дождевая капля, погода как раз была серенькая. 0- Папа, дождь идет. 8Ты это хотел сказать мне? 0- Ну конечно, – ответил отец. 9- И я сказал тебе это молча, а правда ли? 9- Я, вероятно, догадалась бы, хотя не сразу, но дождевая капля помогла мне. 9Теперь зато я уж никогда не забуду. 9Шиуа значит, дождь, или, дождь идет. 5Молодец, папа! 9Тафи вскочила и стала кружиться около него. 9- Подумай только, ты уйдешь утром, когда я еще буду спать, и нацарапаешь на закоптелой стене Шиуа. 9Я пойму, что скоро будет дождь, и надену свой плащ из бобровых шкур. 9Тата-мама удивится. 9Тягумай тоже принялся скакать. 9В те времена отцы не гнушались такими забавами. 2- Чем дальше, тем лучше, – говорил Тягумай. 9- Положим, я захочу сказать тебе, что дождя не будет, и ты можешь прийти к реке. 9Вспомни, как это по Тягумайски. 9- Шиуа-ласу-амару, дождь кончился, к реке приди. 9Сколько новых звуков! 9Я не придумаю, как их нарисовать. 9- А я зато придумал! – воскликнул Тягумай. 9- Постой минуту, Та-фи, я тебе покажу, и затем на сегодня уже довольна. 9Мы знаем, как изобразит Шиуа, остановка только за лаз. 9Ла-ла-ла! – твердил он, помахивая зубом акулы. 9- На конце шипящие змеи, а перед ней род карпа, ас-ас-ас. 8Нам нужно только ла-ла, – сказала Та-фи. 9- Я знаю, но нам приходится выдумать ла-ла. 9И мы с тобою первые люди, которые за это берутся, Та-фи-май. 9- Ну что же? – заметила Та-фи и зевнула, так как чувствовала себя немного утомленной. 9- Ла-с значит, сломать, и еще, кончать, а правда ли? 9- Да, разумеется, – сказал Тягумай. 9- Уа-ла-с значит, что вся вода в чану вышла и мама не может готовить, а меня как нарочно нет, я отправился на охоту. 9- А-ш-э-лас означает, что копье сломано. 9Если б я тогда додумалась до этого, то не стала бы делать дурацких рисунков с бобрами для чужака. 9- Ла-ла-ла! – повторял Тягумай, размахивая палкой, и морщил лоб. 9- Вот еще досада! 9- Ж я умею нарисовать, – продолжала Та-фи. 8- А потом я попробовала бы нарисовать сломанное копье. 0И она нарисовала вот что. 8- РС.14. 6- Отлично! – воскликнул Тягумай. 7- Теперь у нас есть ла, и этот знак не похож на другие. 9Он нарисовал вот что. 3- РС.14 циркумфлекс, РС.15. 9- Нужно уа! 9Ах, это уже было! 9Остается только Мари! 7М-м-м! 9Чтобы сказать м-м, надо закрыть рот. 9Давай нарисуем закрытый рот. 1И она нарисовала вот что. 8- РС.16. 9- После него поставим разинутый рот Карпа. 9Выйдет м-м-м-м, – сказал Тягумай. 9- А как же мы сделаем р-р-р, Та-фи? 9- Такой же острый, угловатый звук слышится, когда ты выдалбливаешь челнок, – сказала Та-фи. 9- Угловатый? 9Острый? 9Вот такой? – спросил Тягумай и нацарапал. 9- Следующее. 0- РС.17. 0- Да, – ответила Та-фи, – но не надо столько углов, довольно и двух. 0- Я поставлю даже один, – сказал Тягумай. 9- Для нашей игры чем проще знаки, тем лучше. 7Он нарисовал вот что. 0- РС.18. 9Теперь мы добились толку, – сказал Тягумай и подпрыгнул на одной ноге. 9- РС.18, – я возьму и нанижу все знаки подряд, как рыб на жердочку. 9- Не поставить ли между словами палочки, чтобы они не теснились и не толкались, словно карпы? 0- Я сделаю между ними промежутки, – сказал Тягумай, но от волнения позабыл и нацарапал их без промежутков на куске свежей бирюзовой коры. 9- РС.19. 9- Шиуалас у Амари, – произнесла Тафи, читая по складам. 0- На сегодня довольна, – сказал Тягумай. 0- Я вижу, что ты очень устала, Тафи. 1Но ты не смущайся. 9Мы уже завтра все окончим, а помнить о нас люди будут еще много-много лет после того, как срубят на дрова самые большие деревья, которые ты здесь видишь. 9Они вернулись домой. 0Целый вечер Тягумай сидел по одну сторону очага, а Тафи по другую. 9Они рисовали уа, уа, шишина закоптела из тени и до тех пор шушукались и пересмеивались, пока мама не сказала, 9- Право, Тягумай, ты ничем не отличаешься от Тафи. 9- Не сердись, мамочка, – убеждала Тафи. 6- У нас с папой секрет. 9Мы сами все тебе расскажем, когда настанет время, только, пожалуйста, сейчас не расспрашивай, а то я не выдержу и разболтаю. 9Мама не стала расспрашивать. 9На следующий день Тягумай ушел ранехонько к реке придумывать новые знаки, а Тафи, когда встала, увидела слово Уолас, Воды нет, вода кончилась, 9написанное мелом на стенке большого каменного чана, который стоял около входа в пещеру. 9- Гм? – ворчала Тафи. 9- Эти картинки звуки бывают иногда совсем не кстати. 9Папа как будто пришел сюда и велел мне принести воды в чан, чтобы маме было на чем готовить. 9Она пошла к ручью за пещерой и, набирая воду ведром с березовой коры, наносила полный чан. 9Затем она побежала к реке и дернула папу за левое ухо. 9Это ухо принадлежало ей, и она могла его дергать, когда была умницей. 9- Ну, давай рисовать остальные звуки, – сказал папа. 9Они целый день провели за делом, отрываясь только, чтобы позавтракать и немного побегать. 9Когда они дошли до звука Т, то Тафи заявила, что с этого звука начинаются их имена, ее, папина и мамина, и потому надо нарисовать семейную группу, 9где бы они все трое держались за руки. 9Это легко было нарисовать раз-другой, но когда пришлось повторить то же самое шесть-семь раз, то Тафи и папа справлялись все хуже и хуже, и, наконец, 8от рисунка остался один высокий, худой тягумой, протягивающий руки жене и дочери. 9На картинках двадцать, двадцать один и двадцать два видно, как это постепенно делалось. 5Многие другие рисунки были так замысловаты, что их трудно было выцарапывать, особенно натощак. 9Но по мере того, как их снова и снова царапали на березовой коре, они становились проще и яснее, и, наконец, тягумой остался совсем доволен. 9Они повернули шипящую змею на другую сторону, чтобы получить г-р-с.два-три. 9Очень часто у них попадалось е, и во избежание недоразумения они совсем загнули отломанную скорлупку яйца-р-с.два-четыре. 9Звук з получился из рисунка. 9Изображающего священного для тягумойца в звери, бобра, р-с.два-пят, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь. 1Некрасивый носовой звук н они хотели изобразить в виде носа и рисовали носы до тех пор, пока у них остались черточки, которые они продолжили вверх и вниз. 9Р-с.два-девять. 1Пасть жадной щуки дала твердый звук д-р-с.три-ноль. 9Изобразив, как щука своей устрой пастью натыкается на копье, они сделали рисунок для звуков р-с.три-один, который всегда произносится с усилием, 9словно натыкаешься на препятствие. 9Когда они нарисовали кусочек извилистой реки в Огай, то получили картинку для звуков р-с.три-два-тридцать три. 9Таким образом, Тафи и ее папа нацарапали все звуки, какие им были нужны, и составили азбуку. 9Прошли тысячелетия, и люди пробовали применять те или другие знаки, пока не вернулись опять к той азбуке, простой и понятной, 9которую выдумывали Тафи и Тегумай. 5По ней теперь учатся все детки, когда они уже в таком возрасте, что могут учиться. 9Поэтому я стараюсь не забывать Тегумай Бупсулай, и Тафи Май Металлумай, и Тешумай Тевендрау, ее дорогую маму, и все то, 9что некогда происходило на берегах большой реки в Огай. 9Вскоре после того, как Тегумай Бупсулай сочинял с Тафи азбуку, он надумал сделать волшебное азбучное ожерелье из букв, 9чтобы поместить его в Тегумайском храме и сохранить на вечные времена. 9Все Тегумайское племя принесло свои драгоценности и бусы, которыми украшены были буквы. 8Тафи и Тегумы целых пять лет трудились над этим ожерельем. 9Я прилагаю здесь его изображение. 9Оно нанизано было на крепкую оленью жилу и перевито тонкой медной проволокой. 9Висит ожерелье один фунт и семь с половиной унций звездочка. 9Черный фунт и кругом букв нарисован для того, чтобы они больше выделялись. 0Звездочка это значит, что ожерелье весило около шестьсот шестьдесят шесть г..т.. е.. оно было очень тяжелым. 9Как Кит получил свою глотку 9Некогда, милые мои, жил в море Кит, и питался он рыбами и морскими животными. 9Он ел треску и камбалу, плотву и скатов, скумбрию и щуку, морских звезд и крабов, а также настоящих виунов угрей. 9Он истребил всех рыб. 1Осталась в море только одна маленькая хитрая рыбка, но она всегда плавала около правого уха Кита, так что он не мог ее схватить. 0Дошло до того, что Кит приподнялся на хвосте и сказал, 9- Я есть хочу. 1А маленькая хитрая рыбка лукаво спросила, 9- Не случалось ли тебе, благородный и могучий Кит, отведать человека? 9- Нет, – ответил Кит. 9- А разве он вкусный? 9- Вкусный, – сказала маленькая хитрая рыбка, – только он очень прыткий. 9- Ну тогда будь мне несколько штук, – приказал Кит и, взмахнув хвостом, высоко взбил пену на гребнях волн. 9- В один присест хватит одного, – сказала хитрая рыбка. 9- Если ты поплывешь дальше, то под пятидесятом градусом северной широты и сороковым градусом восточной долготы ты найдешь человека, сидящего на плоту среди моря. 9На нем синие-холщовые шаровары и потяжки, не забудьте про потяжки, милые мои! а в руках у него складный нож. 9Это моряк, потерпевший крушение, надо вам сказать, необыкновенно умный и рассудительный человек. 9Кит плыл да плыл к пятидесятому градусу северной широты и сороковому градусу восточной долготы. 9Плыл он изо всех сил, и вот наконец среди моря он увидел на плоту человека в синих-холщовых шароварах и потяжках, помните особенно о потяжках, милые мои, 8со складным ножом в руках. 8Это был моряк, потерпевший крушение. 9Он сидел и болтал ногами в воде. 9- Ему мама позволила болтать ногами в воде, иначе он не стал бы этого делать, так как он был необыкновенно умный и рассудительный человек. 9Подплыв ближе, Кит так разинул пасть, что она у него чуть не дошла до хвоста, и проглотил моряка, потерпевшего крушение, вместе с плотом, 9на котором он сидел, с синими-холщовыми шароварами, потяжками, о которых вы не должны забывать, и с кладным ножом. 9Он отправил все это в свое глубокое, теплое, темное нутро, причмокнул и три раза повернулся на своем хвосте. 9Но как только моряк, человек необыкновенно умный и рассудительный, очутился в глубоком, теплом, темном внутри кита, он тотчас же принялся прыгать, 6шмыгать, скакать, плясать, кувыркаться, брыкаться, топать, хлопать, толкаться, кусаться, кричать, вздыхать, и Кит почувствовал себя очень нехорошо. 9- Вы не забыли про потяжки? 9Кит сказал хитрой рыбке, 1- Ужасно прыткий этот человек. 9Он вызывает у меня и коту. 9Как мне быть с ним? 9- Вели ему вылезть, – ответила хитрая рыбка. 1Кит гаркнул в собственное нутро моряку, потерпевшему крушение, 0- Выходи и ступай куда знаешь. 1У меня и коту. 9- Ну нет! 7- Сказал моряк. 9- Не на таковского напал. 9Доставь меня к родным берегам, к белым скалам Альбиона-звездочка, и тогда я еще подумаю, вы темнее или нет. 9Звездочка так в древности назывались британские острова, Англия. 9- Это, изображение Кита, когда он глотает моряка с его необыкновенным умом и рассудительностью, с его платом, складным ножом и подтяжками, 9о которых вы не должны забывать. 9Пуговки, которые вам видны, находятся на этих подтяжках, а рядом с ними торчит нож. 9Моряк сидит на плоту. 9Впрочем, плот покосился набок, и его трудно разглядеть. 1Беловатая штука около левой руки моряка, это бревна, которым он пытался грести перед тем, как появился кит, а потом он его бросил. 9Кита звали приветливый, а моряка, мистер Генри Альберт Биввенц. 9Маленькая хитрая рыбка прячется под брюхом кита, а то я шестью ее нарисовал. 9Моря так волнуется от того, что кит втягивает в себя воду, чтобы вместе с нею проглотить мистера Генри Альберта Биввенца, плод, нож и подтяжки. 9Пожалуйста, не забудьте про подтяжки. 9Здесь кит ищет маленькую хитрую рыбку, которая спряталась под воротами экватора. 9Имя хитрой рыбки было Пенгаль. 0Она забилась между корнями высоких водорослей, которые растут против ворот экватора. 9Я нарисовал ворота экватора. 9Они закрыты. 9Они всегда бывают закрыты, потому что всякие ворота надо закрывать. 9Веревочка поперек рисунка, это и есть экватор. 9Штучки, похожие на скалы, это великаны Мор и Кор, охраняющие экватор. 1Они нарисовали теневые картины на воротах экватора, а под воротами выцарпали резвящихся рыб. 9Одни из этих рыб, остроголовые дельфины, другие, тупоголовые акулы. 9Кит не мог найти хитрой рыбки, пока не успокоился его гнев, а потом они снова сделались друзьями. 9И он принялся скакать пуще прежнего. 9- Доставь уж его на родину, – посоветовала хитрая рыбка. 9- Я забыла тебя предупредить, что это необыкновенно умный и рассудительный человек. 9Кит плыл, 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 работая плавниками и хвостом настолько быстро, насколько ему позволяла икота. 9Наконец он увидел перед собой родину моряка и белой скалы Альбиона. 9Он до половины выскочил на берег и, широко разинув пасть, сказал, 9- Здесь пересадка на винчестер, эшелот, на шуа, кин и другие станции Фичбургской дороги. 9Как только он произнес Фич... 4Моряк выскочил из его пасти. 9Однако, пока Кит плыл, моряк, который действительно был необыкновенно умным и рассудительным человеком, взял свой нож и разрезал плотноузкие 5дощечки, которые крепко связал потяжками. 8- Теперь вы понимаете, милые мои, почему не надо было забывать о потяжках! 9- Получилась сквозная решетка. 9Моряк ее втиснул в глотку Кита, где она и застряла. 9Тогда он произнес двустишее, которого вы, конечно, не знаете, а потому я вам его скажу, 9- Решетку я тебе всадил, чтоб ты меня не проглотил. 1Хитрец был этот моряк. 9Он вышел на берег и отправился к своей матери, которая позволила ему полоскать ноги в воде. 8Потом он женился и зажил счастливо. 9Кит тоже. 5Однако с того самого дня, как у него в горле застряла решетка, которой он не мог ни выплюнуть, ни проглотить, он не мог питаться ничем, 8кроме мелких рыбок. 9Вот почему киты и теперь не едят ни взрослых людей, ни маленьких мальчиков и девочек. 9А маленькая хитрая рыбка спряталась под воротами кватора. 9Она боялась, что Кит на нее очень рассердится. 5Моряк взял домой свой нож. 9Он вышел на берег в своих синих холщовых шароварах, но подтяжек на нем уже не было, так как он ими связал решетку. 9Вот и сказке конец. 9Как носорог получил свою кожу 9На необитаемом острове, у берегов Красного моря, жил дабл Парс-звездочка. 9Он носил шляпу, от которой солнечные лучи отражались с чисто сказочным великолепием. 5У этого-то Парса, который жил около Красного моря, только и было имущество что шляпа, ножда жаровни, такая жаровни, каких детям обыкновенно не позволяют трогать. 9Однажды он взял муку, воду, каринку, сливы, сахар и еще кое-какие припасы и состряпал себе пирог, имевший два фута звездочка-звездочка в поперечнике и три фута толщины. 1Это был удивительный, сказочный пирог. 9Парс поставил его на жаровню и пек до тех пор, пока он не зарумянился и от него не пошел аппетитный запах. 9Но лишь только Парс собрался есть его, как вдруг из необитаемых дебрей вышел зверь с большим рогом на носу, с подслеповатыми глазками и неуклюжими движениями. 9В те времена у носорога кожа была совсем гладкая, без единой морщинки. 8Он как две капли воды походил на носорога в игрушечном наевом ковчеге, только, конечно, был гораздо больше. 2Как тогда он не отличался ловкостью, так не отличается ею теперь и никогда не будет отличаться. 9Он сказал, 4- У-у-у! 0Звездочка Парсы, это народ, ведущий происхождение от древних персов. 0Звездочка-звездочка фут, это приблизительно тридцать см. 4Значит, пирог у Парса, если считать, по-нашему, был в поперечнике более полуметра и около метра толщиной. 9Парс испугался, бросил пирог и полез на верхушку пальмы со своей шляпой, от которой лучи солнца отражались с чисто сказочным великолепием. 9Носорог перевернул жаровню, и пирог покатился на землю. 9Он поднял его своим рогом, скушал и, помахивая хвостом, ушел в свои дебри, примыкающие к островам Мазондирана и Сокотора. 9Тогда Парс слез с пальмы, подобрал жаровню и произнес двустишее, которого вы, конечно, никогда не слыхали, а потому я вам его скажу, 9припомнит тот, кто взял пирог, который Парс себе испек. 9В этих словах заключалось гораздо больше смысла, чем вы полагаете. 9- Это, изображение Парса, который собирался есть свой пирог на необитаемом острове в Красном море, а из гористых дебрей к нему приближается носорог. 9Кожа носорога совершенно гладкая, внизу она застегнута на три пуговицы, как вы сами можете видеть. 8Кругленькие штучки на шляпе Парса, это лучи солнца, которые отражаются с чисто сказочным великолепием. 9Если б я нарисовал настоящие лучи, то они заполнили бы всю страницу. 9Пироги видны Каринки. 9Колесо, лежащее на земле, отвалилось от одной из колесниц фараона, который пытался переправиться через красное, или чермное, море звездочка. 9Парс нашел его и сохранил ради забавы. 9Парса звали Пестонджи-Буманджи, а носорога звали Строркс. 9Будь я на вашем месте, я не стал бы спрашивать, где жаровни. 4Звездочка речь идет о том фараоне, царе древнего Египта, который, согласно Библии, пытался догнать и вернуть обратно ушедший из Египта древнееврейский народ. 9Но Красное море, которое расступилось перед ушедшим от угнетения народом, стало неодолимым препятствием на пути колесниц фараона. 9Через пять недель у берегов Красного моря началась страшная жара. 1Люди поснимали одежду, какая на них была. 9Парс снял свою шляпу, а носорог снял свою кожу и понес ее на плече, отправляясь купаться в море. 9В те времена она у него застегивалась внизу на три пуговицы, как дождевой плащ. 9Проходя мимо Парса, он даже не вспомнил о пироге, который стащил у него и съел. 9Он оставил кожу на берегу, а сам бросился в воду, выдувая носом пузыри. 8- Здесь Парс Пестонджи Буманджи сидит на вершине пальмы и смотрит, как носорог Строркс, сняв кожу, купается у берега необитаемого острова. 9Парс насыпал крошек в кожу и улыбается при одной мысли, как эти крошки будут щекотать Строркса, когда он снова ее наденет. 9Кожа лежит в холодке около утеса под пальмой. 1У Парса новенькая блестящая шляпа, какие носят его соплеменники. 9В руках у него нож, чтобы вырезать свое имя на стволах пальм. 9Черные пятна на островках, это обломки судов, потерпевших крушение в Красном море. 9Однако пассажиры все были спасены и благополучно вернулись домой. 9Впрочем, пятно в воде около берега вовсе не обломок корабля, а носорог Строркс, купающийся без кожи. 9Под кожей он оказался таким же черным, как и сверху. 9На вашем месте я все-таки не стал бы спрашивать, где жаровня. 9Парс увидел, что кожа носорога лежит на берегу, и засмеялся от радости. 9Он три раза проплясал вокруг нее, потирая руки. 9Затем он вернулся на свой бевуак и наполнил шляпу до краев крошками пирога, парсы едят только пироги и никогда не подметают своего жилья. 9Он взял кожу носорога, хорошенько встряхнул ее и насыпал в нее, сколько мог, сухих колючих крошек и пережженных коринок. 9Затем он взобрался на вершину пальмы и принялся ждать, когда носорог вылезет из воды и станет надевать кожу. 5Носорог вылез, напялил кожу и застегнул ее на все три пуговицы, но крошки страшно щекотали его он попробовал подчесаться, вышло еще хуже. 9Тогда он стал кататься по земле, а крошки щекотали все больше и больше он вскочил, подбежал к пальме и принялся тереться об ее ствол. 9Терся он до тех пор, пока кожа не сдвинулась крупными складками на его плечах, ногах и в том месте, где были пуговицы, 9которые от трения поотскакивали. 1Он страшно злился, но крошек удалить никак не мог, потому что они находились под кожей и не могли не щекотать его он ушел в свои дебри, 9не переставая почесываться с того дня у каждого носорога бывают складки на коже и дурной характер, а все из-за того, что у них остались под кожей крошки. 9Что касается парса, то он слез со своей пальмы, надел шляпу, от кагорой лучи солнца отражались с чисто сказочным великолепием, 9взял подмышку свою жаровню и пошел куда глаза глядят. 9Как верблюд получил свой горб 9В этой сказке я расскажу вам, как верблюд получил свой горб. 9В начале веков, когда мир только возник и животные только принимались работать на человека, жил верблюд. 9Он обитал в ревущей пустыне, так как не хотел работать и к тому же сам был ревуном. 9Он ел листья, шипы, колючки, молоча и ленился напрополую. 9Когда кто-нибудь обращался к нему, он фыркал,:"Фрр! и больше ничего". 2В понедельник утром пришла к нему лошадь с седлом на спине и уделами во рту. 9Она сказала, 0- Верблюд, о верблюд! 0Иди-ка возить вместе с нами! 9- Фрр! 9- ответил верблюд. 9Лошадь ушла и рассказала об этом человеку. 9Затем явилась собака с палукой в зубах и сказала, 9- Верблюд, о верблюд! 9Иди-ка служи и носи вместе с нами! 9- Фрр! 9- ответил верблюд. 9Собака ушла и рассказала об этом человеку. 9Затем явился Вул с ермом на шее и сказал, 9- Верблюд, о верблюд! 9Иди пахать землю вместе с нами! 9- Фрр! 9- ответил верблюд. 9Вул ушел и рассказал об этом человеку. 2В конце дня человек призвал к себе лошадь, собаку и вала и сказал им, знаете, мне очень жаль вас. 4Верблюд в пустыне не желает работать, но и шут с ним. 4Зато вы вместо него должны работать вдвое. 1Такое решение очень рассердило троих трудолюбивых животных, и они собрались для совещания где-то на краю пустыни. 9Там к ним подошел верблюд, пережевывая молочай, и стал смеяться над ними. 2Потом он сказал, фрр... и удалился. 9- На этой картинке изображен джин, приступающий к заклинанию, которое доставило верблюду горб. 9Раньше всего он провел пальцем в воздухе черту, и она затвердела. 9Затем он сделал облако и, наконец, яйцо. 9Все это вы можете видеть внизу картинки. 5С помощью маленького насоса джин добыл белое пламя, которое превратилось в чары. 6После того он взял свой волшебный веер и стал раздувать пламя. 9Это было совершенно безобидное колдовство, и верблюд получил горб поделом, так оклянился. 9А джин, властитель пустынь, был одним из самых добрых джиннов и никогда никому не делал зла. 9Вслед за тем появился повелитель всех пустынь джин в целом облаке пыли, джинны, будучи волшебниками, всегда путешествуют таким способом. 9Он остановился, прислушиваясь к совещанию троих. 8- Скажи нам, владыка пустынь, джинн, спросила лошадь, – справедливо ли, чтобы кто-нибудь ленился и не хотел работать? 9- Конечно нет, – ответил джинн. 9- Это изображение джина, властителя пустынь, когда он своим волшебным веером направляет чары. 0Верблюд жует ведьку акации и, по обыкновению, говорит, фрр. 9Недаром джинн сказал ему, что он слишком много фыркает. 9Высокое пламя, как бы выходящее из луковицы, представляет собой чары и несет горб, который по размеру годится как раз на плоскую спину верблюда. 9Сам верблюд так любуется своим отражением в луже, что не замечает надвигающейся беды. 9Под картинкой нарисован кусочек первобытной земли, два дымающихся вулкана, несколько гор и каменных глыб, озеро, черный островок, 9извилистая река, еще разной разности, а также наив ковчег. 9Я не мог нарисовать всех пустынь, которыми управлял джинн, и нарисовал только одну, но зато самую пустынную пустыню. 9- Так вот, – продолжала лошадь, – в глубине твоей ревущей пустыни живет зверь с длинной шеей и длинными ногами, сам ревун. 9С утра понедельника он еще ничего не делал. 9Он совсем не хочет работать. 9- Фью! – свистнул джинн. 9- Да это мой верблюд, клянусь всем золотом Аравия. 9А что же он говорит? 9- Он говорит, фрр! – ответила собака, – и не хочет служить и носить. 9- А еще что он говорит? 8- Только, фрр! 1- И не хочет пахать, – ответил Вол. 8- Ладно, – сказал джинн, – я его проучу, подождите здесь минутку. 9Джинн снова закутался в свое облако и помчался через пустыню. 1Вскоре он нашел верблюда, который ничего не делал и смотрел на собственное отражение в лужи воды. 9- Эй, дружище! – сказал джинн. 1- Я слышал, будто ты не хочешь работать. 5Правда ли это? 1- Фрр! – ответил верблюд. 0Джинн сел, подперев подбородок рукой, и стал придумывать великое заклинание, а верблюд все смотрел на свое отражение в лужи воды. 9- Благодаря твоей лене трое животных с утра понедельника принуждены были работать за тебя, – сказал джинн и продолжал обдумывать заклинания, 9подперев подбородок рукой. 5- Фрр! – ответил верблюд. 9- Фыркать тебе не следует, – заметил джинн. 9- Ты уж слишком много фыркаешь. 1А вот что я тебе скажу, ступай работать! 1Верблюд снова ответил, фрр! – но в это время почувствовал, что его ровная спина, которой он так гордился, вдруг стала вздуваться, 2вздуваться и наконец на ней образовался огромный горб. 4- Видишь, – сказал джинн, – этот горб у тебя вырос потому, что ты не хотел работать. 8Сегодня уже среда, а ты еще ничего не делал с самого понедельника, когда началась работа. 1Теперь настал и твой черед. 4- Как же я могу работать с такой штукой на спине? – заявил верблюд. 5- Я это устроил нарочно, – сказал джинн, – так как ты пропустил целых три дня. 1Отныне ты сможешь работать три дня без всякой пищи, и горб прокормит тебя. 8Ты не вправе жаловаться, будто я о тебе не позаботился. 4Бросай свою пустыню, иди к трем друзьям и веди себя как следует. 9Да поворачивайся живее. 9Как верблюд не фыркал, а пришлось ему взяться за работу вместе с остальными животными. 5Однако он и до сих пор еще не наверстал тех трех дней, которые пропустил с самого начала, и до сих пор еще не научился вести себя как следует. 8Как леопард получил свои пятна 3В те времена, милые мои, когда все животные, еще бегали на свободе, леопард жил в знойной пустыне, где были только камни да песок и где росла лишь 9чахлая травка под цвет песка. 9Кроме него там жили и другие звери, жираф, зебра, лось, антилопа и косуля. 2Все они были серого-то-желтовато-коричневого цвета. 9Самым серовато-желтовато-коричневым между ними был леопард, имевший вид огромной кошки и почти не отличавшийся от почвы пустыни. 9Для жирафа, зебры и остальных животных это было очень плохо. 9Он притаивался где-нибудь за серовато-желтовато-коричневым камнем или утесом и подстерегал жертву, которая никак не могла миновать его когтей. 9Был у зверей еще один враг, Эфиоп, в ту пору, серовато-желтовато-коричневый человек, с луком и стрелами. 9Он также жил в пустыне и охотился вместе с леопардом. 9Эфиоп пускал в ход лук и стрелы, а леопард, исключительно зубы и когти. 9Довели они до того, милые мои, что жираф, лось, косуля и другие животные не знали, куда деться. 8Прошло много времени, звери тогда были долговечны, и несчастные жертвы научились избегать леопарда и Эфиопа. 9Мало-помалую они все покинули пустыню. 7Пример подал жираф, который отличался особенно длинными ногами. 9Шли они, шли, пока не дошли до большого леса, где могли скрыться под тенью деревьев и кустарников. 9Опять протекло немало времени. 1От неравномерно ложившихся тени жираф, прятавшийся под деревьями, сделался пятнистым, зебра сделалась полосатой, а оси косули потемнели, 9и на спине у них образовалась волнистая серая линия, напоминавшая древесную кору. 9По обонянию или слуху можно было определить, что они недалеко, но разглядеть их в лесу не удавалось. 9Им жилось хорошо, а леопард с эфиопом рыскали по пустыне и недоумевали, куда исчезли их завтраки и обеды. 9Наконец голод довел их до того, что они стали есть крыс, жуков и кроликов, но у них от этого разболелись животы. 9- Это мудрый павиан, самый мудрый из зверей Южной Африки. 8Я нарисовал его со статуи, которую выдумал из своей головы, и написал его имя на поясе, на плече и на скамейке, где он сидит. 9Написал я это особенными значками, потому что он так необыкновенно мудр. 9Я хотел бы раскрасить этот рисунок, но мне не позволили. 9На голове у павиана нечто вроде зонтика, это его грива. 1Однажды они повстречали мудрого павиана, самого мудрого из зверей Южной Африки. 9Леопард спросил его, скажи, куда девалась вся дичь? 9Павиан только кивнул головой, но он знал. 1Тогда Эфиоп в свою очередь спросил павиана, не можешь ли ты сообщить мне, где нынешнее пребывание первобытной фауны звездочкой здешних мест? 6Смысл был тот же, но эфиопы всегда выражались вычурно, особенно взрослые. 0Звездочка фауна, животные. 9Павиан кивнул головой. 9Он-то знал. 0Наконец он ответил, все они убежали в другие места. 9Мой совет, Леопард, беги ты отсюда как можно скорее. 9Эфиоп заметил, все это очень хорошо, но я желал бы знать, куда выселилась первобытная фауна. 9Павиан ответил, первобытная фауна отправилась искать первобытную флору звездочка, так как пора было позаботиться о перемене. 8Мой совет тебе, Эфиоп, также поскорее позаботиться о перемене. 9Леопард с Эфиопом были озадачены. 9Они тотчас же отправились на поиски первобытной флоры и через много дней добрели до высокого тенистого леса. 0- Что это значит, – сказал Леопард, – здесь темно, а между тем видны какие-то светлые полоски и пятна. 0- Не знаю, – ответил Эфиоп. 5- Это, вероятно, первобытная растительность. 0Послушай, я чую жирафа, я его слышу, но не вижу. 0Звездочка флора, растительность. 9- Вот удивительно! – воскликнул Леопард. 0- Должно быть, мы ничего не видим потому, что после яркого света сразу попали в тень. 9Я чую зебру, я ее слышу, но не вижу. 0- Погоди немного, – сказал Эфиоп. 0- Мы давно уже на них не охотились. 9Может быть, мы забыли, как они выглядят. 0- Вздор! – возразил Леопард. 0- Я отлично помню этих зверей, в особенности их мозговые косточки. 0Жираф ростом около семнадцати футов звездочка и золотисто-рыжие с головы допят. 0А зебра ростом около четырех с половиной футов звездочка звездочка и серо-бурого цвета с головы допят. 0- Гм! – сказал Эфиоп, рассматривая густую листву первобытной флоры. 0- Они должны здесь выделяться, как спелые бананы. 9Тем не менее жираф и зебра не выделялись на темной зелени. 9Леопард с Эфиопом рыскали весь день и хотя чуяли и слышали зверей, но не видели ни одного из них. 9- Подождем, пока стемнеет, – предложил Леопард, когда стало смеркаться. 9- Такая охота днем просто позор. 0- Рост жирафа – более четыре метров. 0- Рост зебры – около полутора метров. 9Они дождались наступления ночи. 1Вдруг Леопард услышал поблизости какое-то сопение. 9При слабом мерцании звезд он ничего не мог различить, но все-таки вскочил и кинулся вперед. 2Невидимое существо имело запах зебры и на ощупь было похоже на зебру, а когда он повалил его, то брыкнулось, как зебра, но все-таки он не мог его 8различить. 9Поэтому он сказал, 0- Лежи спокойно, странное создание. 9Я просижу на твоей шее до утра, так как мне хочется раскрыть загадку. 9В это время он услышал какую-то свалку, ворчание и треск, и Эфиоп крикнул ему, я поймал зверя, но не знаю какого. 9У него запах жирафа, брыкается он, как жираф, но очертаний его не видно. 8- Не выпускай его, – сказал Леопард. 6- Сядь и сиди на нем до утра, как я. 9Их все равно не разглядишь. 9Они сидели каждый на своей добыче, пока не расцвело. 9Тогда Леопард спросил, 9- Что, брат, у тебя поймалось? 9Эфиоп почесал затылок и сказал, если бы этот зверь был золотисто-рыжий с головы до пят, то я, не сомневаясь, назвал бы его жирафом. 9Но он весь покрыт коричневыми пятнами. 7А у тебя что? 9Леопард тоже почесал затылок и ответил, если бы мой зверь был нежного серо-бурого цвета, то я сказал бы, что это зебра, но он весь испеширен черными и красными 5полосами. 9Что ты с собой сделала, зебра? 9Знаешь ли ты, что в пустыне я тебя увидел бы за десять верст? 9- Да, – ответила зебра, – но здесь ведь не пустыня. 9Ты теперь видишь меня? 9- Вижу, но вчера целый день не мог разглядеть. 1Отчего это? 9- Вот выпустите нас, и мы вам объясним, – сказала зебра. 9Они отпустили зебру и жирафа. 9Зебра подбежала к мелкорослому терновнику, сквозь который солнечный свет пробивался полосами, а жираф спрятался под высоким деревом, 9где тень от листьев ложилась пятнами. 9- Теперь смотрите, – одновременно крикнули зебра и жираф. 9- Вы хотите знать, как это бывает? 1Раз-два-три. 9Где же ваш завтрак? 9Леопард смотрел, Эфиоп смотрел, но они видели только полосатые и пятнистые тени в лесу, но никаких признаков зебры или жирафа. 9Те успели убежать и скрыться в тенистом лесу. 0- Это изображение Леопарда и Эфиопа после того, как они последовали совету мудрого павиана и Леопард приобрел пятна, а Эфиоп переменил кожу. 9Эфиоп был настоящий негр, и его звали Самбо. 9Леопарда звали Спотс, и так зовут до сих пор. 5Оба приятеля охотятся в тенистом лесу и ищут господ раз-два-три где ваш завтрак. 9Если вы хорошенько присмотритесь, то невдалеке увидите этих самых господ. 9Эфиоп спрятался за толстым, деревом, потому что оно цветом подходит к его коже, а Леопард лежит под кучей камней, так как они цветом подходят к его пятнам. 9Господа раз-два-три где ваш завтрак стоят и кушают на обед листья с высокого дерева. 9Это настоящая картинка-загадка, как те, о которых спрашивают,:"Где же мельник?" 9- Ха-ха! 3- Воскликнул Эфиоп. 9- Да эта штука, достойное подражание. 9Намотай себе на ус, Леопард, а то ты здесь в темноте выделяешься, как кусок мыла в корзине угли. 9- Ха-ха! 9- Гаркнул Леопард. 1- А я тебе скажу, что ты здесь, в темноте, выделяешься, как горчичник на спине угольщика. 9- Ну, нечего ругаться, этим сыт не будешь, – заявил Эфиоп. 9- Ясно, что мы не подходим к здешней обстановке. 9Я думаю последовать совету Павиана. 1Он сказал мне, чтобы я позаботился о перемене. 8Так как у меня ничего нет, кроме кожи, то я ее и переменю. 6- Переменишь? 8- Спросил Леопард в сильнейшем недоумении. 8- Ну да. 7Мне нужно, чтобы она была из синяя-черная. 8Тогда удобно будет прятаться в пещерах и за деревьями. 9Сказано, сделано. 9Леопард недоумевал еще больше, так как ему в первый раз приходилось видеть, чтобы человек менялся. 3- А я-то как же буду? 0- Жалобно спросил он, когда Эфиоп вдел последний палец в свою новенькую блестящую черную кожу. 4- Последую тоже совету Павиана. 1Сделайся пятнистым наподобие жирафа. 8- Зачем? 8- Ты подумай только, до чего это выгодно. 9А может быть, ты предпочитаешь полосы, как у зебры? 0И зебра и жираф очень довольны своими новыми узорами. 8- Гм? 9- сказал Леопард. 1- Я вовсе не хочу быть похожим на зебру. 9- Решайся скорее, – настаивал Эфиоп. 8- Мне не хотелось бы идти на охоту без тебя, но более неволей придется, если ты будешь выглядеть, как подсолнечник у темного забора. 8- Ну так я выбираю пятна, – сказал Леопард. 8- Только не делай их слишком большими. 9Я не хочу быть похожим на жирафа. 9- Хорошо, я сделаю пятна кончиками пальцев, – ответил Эфиоп. 9- У меня еще осталось достаточно сажи на коже. 9Становись! 1Эфиоп сжал свою пятерню, на новенькой коже у него и вправду еще оставалось достаточно сажи, и стал там и сям прикасаться к телу Леопарда. 9Везде, где он дотрагивался пальцами, оставались пять маленьких черненьких отпечатков, один около другого. 9Вы можете видеть их и теперь, милые мои, на шкуре любого Леопарда. 9Иногда пальцы соскальзывали, и от этого следы немного расплывались. 9Однако, присматриваясь к какому-нибудь Леопарду, вы всегда увидите пять следов от пяти жирных черных пальцев. 8- Теперь ты красавец! – воскликнул Эфиоп. 9- Если ты ляжешь на голую землю, то тебя можно будет принять за кучу камней. 8Если же ты примостишься на скале, то тебя можно будет принять за пристую глыбу. 9Если ты влезешь на раскидистую ветку, то можно будет подумать, что это солнце пробивается сквозь листву. 4Це не радуйся. 8- Если это так хорошо, – сказал Леопард, – то отчего же ты сам не сделался пятнистым? 9- Для негры черный цвет лучше, – ответил Эфиоп. 8- Пойдем посмотрим, нельзя ли нам догнать этих господ раз-два-три где ваш завтрак? 9С тех пор они зажли припеваючи, милые мои. 8Вот и все. 2Приключение старого кенгуру 1Кенгуру не всегда выглядел так, как теперь. 2Это был совсем другой зверек, с четырьмя ногами, серый, пушистый и очень спесивый. 9Проплясав на пригорке в самой середине Австралии, он отправился к маленькому богунку. 9Пришел он к Нка около шести часов утра и сказал, сделай меня непохожим на других зверей, чтобы я изменился уже сегодня к пяти часам дня. 9Нка вскочил с песчаной отмели, на которой сидел, и крикнул, убирайся вон. 9Кенгуру был серый, пушистый и очень спесивый. 9Проплясав на каменном Утсюсе в самой середине Австралии, он отправился к более могущественному богу Нкингу. 9Пришел он к Нкингу в восемь часов утра и сказал, сделай меня непохожим на других зверей и устрой, чтобы сегодня же к пяти часам дня я прославился. 9Нкинг выскочил из своей берлоги под терновником и крикнул, убирайся вон. 9Кенгуру был серый, пушистый и очень спесивый. 9Проплясав по песчаной равнине в самой середине Австралии, он отправился к самому могущественному богу Нкингу. 9Пришел он к Нкингу в десять часов и сказал, сделай меня непохожим на других зверей, чтобы я прославился и весь свет заговорил обо мне к пяти часам дня. 9Нкинг выскочил из маленького соляного озера, в котором купался, и крикнул. 9Ладно! 9НКонг позвал Динго, желтого пса Динго, вечно голодного и грязного, и, указывая Нкингуру, сказал, Динго! 9Проснись, Динго! 9Видишь ли ты этого плясана? 9Он хочет прославиться, чтобы о нем заговорил весь свет. 9Если он так гоняется за славой, так погоняй же его! 9Динго, желтый пес Динго, вскочил и спросил, кого? 9Этого кролика? 9Динго, желтый пес Динго, вечно голодный! 0Скрипя зубами, побежал за Кенгуру, который улепетывал от него вовсю прыть. 9Здесь, милые мои, кончается первая часть сказки. 9Кенгуру бежал через пустыню, бежал по горам и долам, по полям и лесам, по колючкам и кочкам, бежал, пока у него не заболели передние ноги. 9Что поделать! 9За ним бежал Динго, желтый пес Динго, вечно голодный, скрежетавший зубами. 9Он не догонял кенгуру и не отставал от него, а все бежал и бежал. 9Что поделать! 9Кенгуру, старый кенгуру, все бежал и бежал. 9Бежал он под деревьями, бежал среди кустарников, бежал по высокой траве и низкой траве, бежал через тропики Рака и Козерога, 9пока у него не заболели задние ноги. 9Что поделать! 9Динго, желтый пес Динго, по-прежнему угнался за ним и от возраставшего голода еще сильнее скрежетал зубами. 9Он не догонял кенгуру, но и не отставал от него, пока они оба не подбежали к реке Вальгонг. 5На реке не было ни моста, ни парома, и кенгуру не знал, как ему перебраться на другой берег. 9Он присел на задние лапы и стал прыгать. 9Что поделать! 9- Прыгал он по камням, прыгал он по песку, прыгал он по всем пустыням Средней Австралии, прыгал, как прыгают кенгуру. 9Сначала он прыгнул на один аршин , потом, на три аршина, потом, на пять аршин. 9Ноги его окрепли и удлинились. 9Ему некогда было отдохнуть или закусить, хотя он в этом очень нуждался. 9Динго, желтый пес Динго, рассвирепев от голода, гнался за ним как бешеный и не мог надевиться, отчего старый кенгуру вдруг запрыгал. 9А он прыгал, как кузнечик, как горошина в кастрюле, как резиновый маячек в детской. 9Что поделать! 8Он поджал передние лапы и прыгал на одних задних. 9Чтобы не потерять равновесие, он вытянул хвост и все прыгал и прыгал по равнине. 9Что поделать! 9Динго, усталый пес Динго, все более голодный и разъяренный, бежал, недоумевая, когда же кенгуру остановится. 9В это время Нконг вышел из своего соляного озера и сказал 8** Оршин, это чуть больше семьдесят один смотри. 8Значит, кенгуру прыгнул первый раз на семьдесят один смотри, второй раз, на два м тринадцать смотри, а в третий раз, на три с половиной метра. 9- Это изображение старого кенгуру в то время, когда у него было четыре коротеньких ноги. 9Я нарисовал его серым, и пушистым. 9Как видите, он очень гордится тем, что у него на голове венок цветов. 9Он пляшет на пригорке в самой середине Австралии в шесть часов утра. 9Вы можете узнать время, потому что солнце только всходит. 9Фигура с большими ушами и открытым ртом, это Божок Нка. 8Он очень удивлен, потому что никогда не видел, чтобы кенгуру плясал. 9Божок Нка говорит,:"убирайся и вон", но кенгуру так увлечен пляской, что не слышит его слов. 8Кенгуру не имел настоящего имени. 9Ему дали прозвище неугомонный, но он из гордости отказался от него. 9- Уже пять часов. 0Динго, бедный пес Динго, вечно голодный и грязный, сел, высунул язык и завыл. 9Сел также кенгуру, старый кенгуру, расправил хвост и воскликнул. 9- Слава богу, что это кончилось! 9Тогда Нконг, всегда необыкновенно вежливый, сказал ему, что же ты не благодаришь желтого пса Динго. 9Почему ты до сих пор не выразишь ему признательности за все, что он для тебя сделал? 9Кенгуру, измученный старый кенгуру, ответил:"Я не понимаю, за что. 9Он прогнал меня из тех мест, где я провел детство, он не дал мне покушать, наконец, он изуродовал мои ноги. 9- Здесь изображен старый кенгуру в пять часов дня, когда он получил великолепные задние ноги, как ему обещал бог Нконг. 9Вы можете убедиться по любимым часам Нконга, что стрелки действительно показывают пять. 9Сам Нконг купается и высунул из воды голову, руки и ноги. 9Старый кенгуру сердится на желтого пса Динго. 0Желтый пес Динго прогонял его по всей Австралии. 9Вы можете видеть следы новых ног кенгуру далеко-далеко, даже на трех отдаленных холмах. 9Желтый пес Динго нарисован черным, потому что мне не позволили раскрасить картинку. 9Впрочем, он ужасно вымазался и запылился, когда гонялся за кенгуру, так что сделался черным. 9Я не знаю, какие цветы растут около озера, где купается Нконг. 9Маленькие штучки в пустыне, это два других башка, к которым кенгуру ходил рано утром. 8На животе кенгуру видны буквы, там его сумка. 9Вместе с длинными ногами он получил также сумку. 9Нконг возразил, если не ошибаюсь, ты просил меня сделать тебя не похожим на других зверей, чтобы все заговорили о тебе. 5Это совершилось, и сейчас ровно пять часов. 9- Да, – сказал кенгуру, – лучше бы я не просил тебя. 8Я думал, что ты пустишь в ход какие-нибудь чары, а ты просто посмеялся надо мною. 9- Посмеялся! – крикнул он Конг из воды, куда он опять влез. 9- А ну, повтори еще раз. 5Я позову Динго и заставлю его гнаться за тобой до тех пор, пока ты не останешься совсем без задних ног. 9- Нет, нет! 5- Сказал кенгуру. 9- Прошу прощения. 1Ноги все-таки, ноги, и без них нельзя обойтись. 1Я хотел только объяснить, что с утра ничего не ел и в животе у меня совсем пусто. 9- И я тоже, – вставил Динго, желтый пес Динго. 9- Я сделал его не похожим на других зверей и за это хотел бы что-нибудь получить на чай. 9- Н Конг ответил ему с своей соляной ванной, завтра изложите свои просьбы, а теперь я буду купаться. 9Старый кенгуру и желтый пес Динго остались друг против друга в самой середине Австралии, и каждый из них твердил, это ты во всем виноват. 1Первые броненосцы, я хочу рассказать вам, милые мои, еще одну сказочку из очень отдаленных времен. 9Был на свете тогда забияка колючий ежик, и жил он на берегу быстрой реки Амазонки, питаясь улитками и слезняками. 9У него была приятельница медлительная и степенная черепаха, которая также жила на берегу быстрой реки Амазонки и питалась зеленым 8салатом и всякой травой. 9Так-то, милые мои! 8В те же отдаленные времена жил-был пятнистый ягуар. 5Он также обитала на берегу быстрой реки Амазонки и питался всем, что только мог поймать. 9Если ему не попадались олени или обезьяны, он ел лягушек и жуков. 9Если он не находил лягушек и жуков, то бежал к своей матери ягуарихе, которая учила его, как есть ежиков и черепах. 9Она часто повторяла ему, грациозно помахивая хвостом, 9- Сын мой, когда ты найдешь ежика, то брось его в воду и он развернется. 9Когда же ты найдешь черепаху, то выцарапай ее лапой из-под ее рогового щита. 9Так-то, милые мои! 9В одну прекрасную ночь пятнистый ягуар нашел под стволом упавшего дерева забияку колючего ежика и медлительную степенную черепаху. 9Убежать им не удалось, и потому забияка колючий ежик свернулся в клубочек, недаром он был ежиком, а медлительная степенная черепаха, 9насколько возможно было, втянула голову и ножки под роговой щит, недаром она была черепахой. 9Так-то, милые мои! 9- Вот затруднения! 9- Воскликнул пятнистый ягуар. 9- Мать учила меня, что, когда я встречу ежика, надо бросить его в воду и он развернется, а если я встречу черепаху, то должен выцарапать ее лапой. 9Теперь кто ж из вас ежик, а кто черепаха? 9Клянусь своей пятнистой шкурой, я не знаю. 9- Ты не спутал ли, чему тебя учила мама? 9- спросил забияка колючий ежик. 9- Может быть, она сказала, что черепаху надо развернуть, а ежика выцарапать лапой? 9- Ты не спутал ли, чему тебя учила мама? 9- спросила медлительная степенная черепаха. 5- Может быть, она сказала, что ежика надо выцарапать, а черепаху бросить в воду? 9- Кажется, что не так, – ответил пятнистый ягуар, порядком озадаченный. 9- Пожалуйста, повторите еще раз, да только яснее. 9- Если ты выцарапаешь лапой в воду, то развернешь ежика, – сказал колючий забияка.- Хорошенько запомни, это очень важно. 9- Однако, – перебила черепаха, – если ты выцарапаешь мясо, то уронишь черепаху. 9Неужели ты не понимаешь? 9- Ну вас совсем. 0Я ваших разъяснений не спрашиваю. 9Мне нужно знать одно, кто из вас ежик, а кто черепаха. 5- Этого я тебе не скажу, – ответил колючий забияка. 0Но ты можешь, если угодно, выцарапать меня из-под моего щита. 5- Ага! – воскликнул пятнистый ягуар. 1- Вот ты и проговорился. 1Теперь я знаю, что ты черепаха. 8Ты думал, я не узнаю? 9Как же! 9Пятнистый ягуар протянул свою лапу, а в это время ежик свернулся клубочком, и, конечно, иглы впились в лапу ягуара. 9Но хуже всего то, что ягуар отбросил колючего забияка в кусты, где было так темно, что он не мог его найти. 9От боли ягуар сунул лапу в рот, но иглы от этого вонзились еще глубже. 9Как только он был в состоянии вымолвить хоть слово, то воскликнул. 0- Теперь я знаю, что ты не черепаха. 9- А впрочем, – добавил он, почесывая затылок здоровой лапой, – почем знать, что другая действительно черепаха? 9- Конечно, я черепаха, – сказала медлительно и степенная особа. 9- Твоя мама была права. 9Она говорила, что ты должен меня выцарпать из-под щита. 9Ну, начинай! 9- Только что ты рассказывала совсем другое, – ответил пятнистый ягуар, выбирая занозы из своей лапы. 9- Ты уверяла, что мама учила меня как-то иначе. 9- Может быть, я и уверяла, что она учила иначе, что ж такого? 0Если она говорила то, что ты говорил, будто я говорила, то это все равно, как если б я сказала то, что она сказала. 9А если ты думаешь, что она учила тебя развернуть меня лапой, то это уже не моя вина. 9- Но ведь ты же хотела, чтобы я попробовал выцарапать тебя из-под щита? – спросил пятнистый ягуар. 9- Подумай хорошенько, тогда ты вспомнишь, что ничего подобного не было. 9Я тебе говорила, что твоя мать тебе говорила, чтобы ты выцарапал меня из-под щита, – сказала черепаха. 9- Что, если я попробую? – спросил пятнистый ягуар, нерешительно протягивая лапу. 9- Не знаю, меня еще никогда не выцарапывали. 9Но если хочешь посмотреть, как я плаваю, то брось меня в воду. 9- Не верю я тебе, – сказал пятнистый ягуар. 9- Ты меня сбила с толку тем, что мама говорила и что ты говорила. 9Теперь я сам не знаю, стоя ли я на голове или на своем пестром хвосте. 9Когда ты говоришь ясно, то я путаюсь еще больше. 9Мама сказала мне, что одного из вас надо бросить в воду. 9А ты так добиваешься, чтобы я тебя бросил в воду, что, вероятно, совсем этого не хочешь. 9Ну так прыгай же в быструю амазонку, да поживее. 9- Предупреждаю тебя, что твоя мама будет недовольна. 9- Не говори ей, что я тебе этого не говорила, – ответила черепаха. 9- Если ты скажешь еще одно слово о том, что сказала моя мать, – начал ягуар, но оборвал свою речь, так как черепаха преспокойно нырнула в амазонку, 2долго плыла под водой и наконец вышла на берег в том месте, где ее ожидал колючий забияка. 9- На силу-то спаслись! – воскликнул ежик. 6- Не нравится мне этот пятнистый ягуар. 9Что ты ему сказала? 9- Я честно призналась, что я честная черепаха, но он не поверил и велел мне прыгнуть в воду, чтобы посмотреть, действительно ли я черепаха. 9Когда он в этом убедился, то был очень удивлен. 8Теперь он все расскажет своей маме. 9Вот послушай. 0Пятнистый ягуар рычал под деревьями на берегу быстрой амазонки до тех пор, пока к нему не пришла его мать. 9- Сынок, сынок! 9- несколько раз повторила мать, грациозно виляя хвостом. 9- Зачем ты делал то, чего не надо было делать? 9Я тронул зверька, который хотел, чтобы я его выцарапал, и занозил себе лапу, – жаловался пятнистый ягуар. 9- Сынок, сынок! – твердила мать, грациозно виляя хвостом. 9- По твоим занозам я вижу, что это был ежик. 9Ты должен был бросить его в воду. 9- Я бросил в воду другого зверька. 9Он называл себя черепахой, но я не поверил, а оказывается, что это была правда. 9Он нырнул в быструю амазонку и больше не вылезает, а я до сих пор ничего не ел. 9Пойдем лучше поищем себе другую квартиру. 9Здесь, на берегу амазонки, звери для меня слишком умны. 9- Сынок, сынок! – сказала мать, грациозно повиливая хвостом. 2- Слушай внимательно и постарайся запомнить мои слова. 9Еж свертывается клубочком, и его иглы торчат во все стороны. 9По этому признаку ты всегда можешь узнать ежа. 9- Не нравится мне старая ягуариха, – шепнул колючий забияка, спрятавшийся под тенью большого листа. 9- Интересно, что она еще ему скажет. 2- Черепаха не может свертываться, – продолжала ягуариха, грациозно повиливая хвостом. 8- Она только втягивает голову и ножки под щит. 2По этим признакам можно всегда узнать черепаху. 9- Мне совсем, совсем не нравится старая ягуариха, – заявила медлительная и степенная черепаха. 9- Даже такой столоп, как пятнистый ягуар, не забудет этих указаний. 1Ужасно жаль, что ты не умеешь плавать, ежик. 9- Что обо мне говорить? – возразил ежик. 8- Подумай сама, как хорошо было бы, если бы ты могла сворачиваться клубочком. 5Постой, что там бормочет пятнистый ягуар. 1Пятнистый ягуар сидел на берегу быстрой амазонки и, вытаскивая оставшиеся еще иглы из своей лапы, говорил нараспев, 0Коль плывет, а не свернется, черепахой зовется. 9Не плывет, зато свернется, значит, ежиком зовется. 9- Этого он и через месяц не забудет, – сказал колючий забияка. 5- Подержи мне голову, черепаха. 9Я хочу поучиться плавать, может, пригодится. 5- Отлично! – ответила черепаха и поддерживала ежика, пока он барахтался в бурных волнах амазонки. 9- Из тебя выйдет хороший пловец, – сказала черепаха. 5- А теперь попробуй немного распустить задние чешуи моего щита. 9Я попытаюсь свернуться. 9В жизни это может пригодиться. 9Ежик распустил черепахе задние чешуи щита, и после неимоверных усилий ей удалось свернуться в маленький плотный комочек. 9- Чудесно! – воскликнул ежик. 9- Ну теперь передохни, а то ты совсем почернел от напряжения. 5Пожалуйста, подержи меня еще разок, я хочу немного поплавать. 9Ежик упражнялся в плавании, а черепаха плыла рядом с ним и помогала ему. 2- Превосходно! – воскликнула черепаха. 9- Еще немного, и ты будешь плавать, как рыба. 9Теперь будь так добр, распусти мне еще пару чешуек спереди, и я попробую свернуться таким же очаровательным клубочком, как ты. 8Вот-то удивится пятнистый ягуар! 9- Великолепно! – сказал ежик, еще весь мокрый после купания. 8- Уверяю тебя, что я принял бы тебя за кого-нибудь из своих. 8Пара чешуек довольна? 2Только, пожалуйста, гляди веселей и не пыхте так, а то ягуар нас услышит. 8Когда ты отдохнешь, поучи меня нырять. 9Вот-то удивится пятнистый ягуар! 9Под руководством черепахи ежик попробовал нырять. 9- Отлично! – сказала черепаха. 5Старайся задерживать дыхание, и ты скоро уже сможешь лежать на дне быстрой амазонки. 8Теперь я постараюсь зацепиться задними ногами за собственные уши, ты говоришь, что это очень удобно. 8Вот-то удивится пятнистый ягуар! 9- Превосходно! – воскликнул еж. 9- Только у тебя задние чешуйки растянулись. 9Они уже не лежат рядом, как прежде, а переходят одна на другую. 9- Это все от упражнения, – ответила черепаха. 5- Я тоже замечаю, что у тебя иглы слиплись. 9Ты теперь похож не на оболочку каштана, как раньше, а на еловую шишку. 5- В самом деле? – сказал еж. 9- Это от того, что я каждый раз макну в воде. 8Вот-то удивится пятнистый ягуар! 9Они продолжали свои упражнения, помогая друг другу, пока не наступило утро. 9Когда солнце взошло высоко, они отдохнули и обсохли. 1Тогда только они увидели, что оба совсем переменились. 8- Слушай, ежик! – сказала черепаха. 9- Я теперь не такая, как вчера. 9Уж подурачу я пятнистого ягуара. 9- Я тоже об этом думаю, – сказал колючий зебияка. 5- Мне кажется, что чешуя гораздо лучше защищает, чем иглы, не говоря уже о том, что с нею удобно плавать. 8Ну уж и удивится пятнистый ягуар! 9Давай разыщем его! 2Немного погодя они нашли пятнистого ягуара, который все сидел и сосал лапу, которую накануне поранил. 9При видя их ягуар так удивился, что три раза перекувырнулся. 4- Здравствуй! – сказал зебияка колючий ежик. 9- Как здоровью твоей дорогой матушки? 3- Спасибо, она здорова, – ответил пятнистый ягуар. 9- Но извини, пожалуйста, я не могу вспомнить, как тебя зовут. 9- Ты, однако, забывчивый! 9- сказал еж.- Вчера в это самое время ты пробовал выцарапать меня из моего щита. 9- У тебя щита не было, были только иглы, – возразил пятнистый ягуар. 9- Это я твердо знаю. 9Посмотри на мою лапу! 1- Ты велел мне утопиться в быстрой Амазонке, – сказала черепаха. 5- Отчего же ты сегодня такой невежливый, что не признаешь нас? 9- Разве ты не помнишь, что тебе говорила твоя мать? – продолжал ежик, – коль плывет, а не свернется, значит, ежиком зовется. 9Не плывет, зато свернется, черепахой зовется. 9- На этом рисунке изображена вся история ягуара, ежа, черепахи и броненосцев. 9Вы можете рассматривать его с любой стороны, дело не изменится. 9Посредине нарисована черепаха, которая учится свертываться, – вот отчего чешуи на ее спине так раздвинуты. 9Она прислонилась к ежу, который ждет своей очереди, чтобы она научила его плавать ежик этот японский. 9Я никак не мог найти обыкновенных ежей в нашем садике, когда сел рисовать. 8Дело было днем, и все ежи попрятались под георгинами. 9Пятнистый ягуар сверху смотрит на них. 1Мать заботливо перевязала ему лапу, которую он поколол, схватив ежа. 8Он очень удивляется проделкам черепахи, но у него сильно болит лапа, и он не может внимательно следить. 9Круглая штука, на которую пятнистый ягуар старается флезть, это та самая броня, в которую спрячутся черепаха и еж, 9когда вдоволь поплавают и свернутся. 9Вся картинка сказочная, поэтому я не нарисовал ягуару усов. 9Впрочем, он так молод, что усы у него, вероятно, еще не выросли. 9Мать, лаская ягуара, обыкновенно называла его дофльс. 9- Они оба свернулись клубочками и стали кататься перед ягуаром до тех пор, пока у него в глазах не зарябило. 9Тогда он побежал к своей матери. 9- Мама, – сказал он, – сегодня в нашем лесу появились два новых зверька. 9Один, про которого ты говорила, что он не может плавать, вдруг плавает, а тот, про которого ты говорила, что он не может сворачиваться, 9сворачиваться клубочком. 1И они стали одинаковыми, чешуйчатыми, а прежде один имел иглы, а другой был совершенно гладкий. 9К тому же они катаются вокруг меня так, что смотреть больно. 9- Сынок, сынок, – сказала мать, грациозно повиливая хвостом. 1- Ежик всегда останется ежиком, а черепаха – черепахой. 9Они не могут измениться. 9- Нет, это не ежик и не черепаха. 9Они похожи друг на друга, и я не знаю, как их зовут. 9- Вздор! – воскликнула ягуариха. 8- У каждого должно быть свое имя. 8Я назвала бы их броненосцами, пока мы не разберемся, кто из них еж, а кто черепаха. 8А впрочем, еще лучше оставить их в покое. 2Пятнистый ягуар послушался матери, он даже рад был отвязаться от этих зверьков. 2Но удивительно, милые мои. 9С того дня и поныне на берегах бурной амазонки никто не называет забияку колючего ежика и медлительную степенную черепаху иначе. 9Как броненосцами. 9Ежи и черепахи водятся и в других местах, даже в моем садике, но древний их род, живший в отдаленные времена на берегах бурной амазонки и отличавшийся свободными чешуйками, 2которые находили одна на другую, до сих пор за свой ум носят название броненосцев. 9Так-то, милые мои. 9Как краб играл с морем 9В начале времен, милые мои, когда мир только устраивался, 1один старый волшебник отправился осматривать сушу и море. 9Всем животным он велел выйти и поиграть. 9Животные спросили, 9- Скажи, старый волшебник, во что же нам играть? 9А он ответил им, 9Я вам покажу. 9Он взял слона, слона всех тогдашних слонов, отвел его в сторону и сказал, 9- Играй в слона. 9И слон всех тогдашних слонов стал играть в слона. 9Потом он взял бобра, бобра всех тогдашних бобров, отвел его в сторону и сказал, 9- Играй в бобра. 9И бобер всех тогдашних бобров стал играть в бобра. 9Потом он взял корову, корову всех тогдашних коров, отвел ее в сторону и сказал, 9- Играй в корову. 9И корова всех тогдашних коров стала играть в корову. 1Потом взял черепаху, черепаху всех тогдашних черепах, отвел ее в сторону и сказал, играй в черепаху. 9И черепаха всех тогдашних черепах стала играть в черепаху. 9Так он перебрал всех животных, птиц и рыб и определил, во что им играть. 2К вечеру, когда все сильно устали, к старому волшебнику пришел человек, со своей маленькой дочуркой, со своей любимой девочкой, 9которая сидела у него на плече, и спросил, 4- Что это за игра, старый волшебник? 1Старый волшебник ответил, эта игра, вначале, сын Адама, но ты для нее слишком умен. 2Человек поклонился и сказал, да, я слишком умен для этой игры, но, послушай, устрой так, чтобы все живые существа мне повиновались. 9В то время как они разговаривали, краб, морской рак, по имени Палома, стоявший на очереди в гре, бросился в сторону и сполз в море, 9мысленно рассуждая, я сам выдумаю себе игру в глубине морской, и никогда не буду повиноваться этому сыну Адама. 9Никто не видел, как он удрал, кроме маленькой девочки, которая сидела на плече человека. 9Игра продолжалась до тех пор, пока каждому из зверей не были даны указания. 9Тогда старый волшебник вытер руки и пошел посмотреть, хорошо ли играют звери. 8Он пошел на север, милые мои, и раньше всего увидел, что слон всех тогдашних слонов разрывал клыками и топтал ногами новенькую с иголочки землю. 9- Кун? 9- Спросил слон всех тогдашних слонов, что значит, хорошо. 8- Паях-кун, – ответил старый волшебник, что значит, очень хорошо. 9Он дохнул на кучке земли, вырытой слоном всех тогдашних слонов, и они превратились в великие Гималайские горы, которые вы можете найти на карте. 9Потом старый волшебник отправился на восток и увидел корову всех тогдашних коров, которая паслась на приготовленном для нее лугу. 9Она прогулялась к ближайшему лесу и вылизала его языком, а теперь спокойно пережевывала жвачку. 9- Кун? – спросила корова всех тогдашних коров. 9- Паях-кун, – ответил старый волшебник. 9Он дохнул на обглоданный лес и на то место, где лежала корова, и получились Великая Индийская пустыня и Сахара-звездочка. 9Вы можете найти их на карте. 9Пошел старый волшебник на запад и увидел бобра всех тогдашних бобров. 1Он строил бобровые плотины в устьях широких рек, приготовленных для него. 9- Кун? – спросил бобер всех тогдашних бобров. 9- Паях-кун, – ответил старый волшебник. 9Он дохнул на упавшие стволы деревьев и на тихие воды, и получились девственные лесов Флориды-звездочка-звездочка. 9Вы можете найти их на карте. 9Далее пошел старый волшебник на юг и увидел черепаху всех тогдашних черепах, которая рылась в песке, приготовленном для нее. 9Песчинки и камешки летели во все стороны и падали прямо в море. 9- Кун? – спросила черепаха всех тогдашних черепах. 4Звездочка Сахара, это пустыня в Африке. 0- Флорида, полуостров на юго-востоке Северной Америки. 9Здесь изображен краб Туома, который пользуется тем, что старый волшебник разговаривает с человеком и его дочкой, и поспешно обращается в бегство. 9Старый волшебник сидит на волшебной подушке и окутан волшебным облаком. 9Перед ним три волшебных цветка. 1На холме вы можете видеть слона всех тогдашних слонов, корову всех тогдашних коров и черепаху всех тогдашних черепах. 9Они собираются играть в ту игру, которой их научил волшебник. 9У коровы горб, потому что она в то время была единственной в своем роде и должна была носить на себе все, что было предназначено для коров, 9которые появятся впоследствии. 9Под холмом находятся животные, которых волшебник научил новой игре. 9Там тигр всех тогдашних тигров, улыбающийся костям всех тогдашних костей, лось всех тогдашних лосей и попугай всех тогдашних попугаев. 9Остальные животные за холмом, и потому я не нарисовал их. 9Домик на холме, это единственная в ту пору постройка. 9Старый волшебник сделал его, чтоб человек знал, как устраивать жилье. 5Вокруг остроконечного пригорка обвилась змея всех тогдашних змей, которая разговаривает с обезьяной всех тогдашних обезьян, 9обезьяна дразнит змею, а змея дразнит обезьяну. 9Человек сосредоточился на беседе с волшебником, а девочка смотрит, как Пауамма убегает. 9Возвышение над водой, это и есть Туамма. 9В те времена он был не простым крабом, а королем крабов. 9Оттого и вид у него совсем другой. 9За человеком видны какие-то клетушки, это великий лабиринт, куда он войдет, когда окончить свою беседу с волшебником. 6На камне под ногой у человека волшебный знак звездочка. 3Внизу я нарисовал три волшебных цветка, окутанных облаком. 9Вся эта картинка сказочная и волшебная. 4Звездочка на камне выдолблена свастика. 9Современные дети называют ее, фашистский знак, потому что фашисты изображали его на своих знаменах, танках, самолетах. 8Однако в древние, первобытные времена свастика была символом плодородия и солнца, и, конечно, она не имеет никакого отношения к злодеяниям фашистов. 9- Паях-кун, – ответил старый волшебник. 8Он дохнул на песчинки и камешки, упавшие в море, и они превратились в группу островов, Борнеа, Целибис, Суматру, его и другие, или, иначе, 2в Малайский Архипелаг. 9Вы можете найти его на карте, милые мои. 2Случайно, на берегу реки Пираг, старый волшебник встретил человека и спросил его, скажи, сын Адама, все ли животные повинуются тебе? 9- Все, – ответил человек. 1- А земля повинуется тебе? 1- Да. 1- А море повинуется тебе? 1- Нет, – ответил человек. 1- Раз днем и другой раз ночью море набегает на реку Пираг и вонит пресную воду в глубину леса, а вода заливает мое жилище. 9Раз днем и другой раз ночью море отступает назад и забирает с собою всю воду реки. 9Над ней ее остается только грязь, и тогда моя лодка садится на мель. 9Не ты ли ночью море такой гре? 9- Вовсе нет, – ответил старый волшебник. 1- Это какая-то новая и притом нехорошая игра. 9- Посмотри! – воскликнул человек. 1В эту минуту море подкатилось к устье реки Пираг и отогнало назад воду, которая вышла из берегов и затопила лес на далекое пространство, 9добравшись даже до жилища человека. 6- Тут что-то неладно. 9Спусти-ка свою лодку. 9Поедем и посмотрим, кто там играет с морем, – сказал старый волшебник. 9Они сели в лодку. 9С ними поехала и маленькая девочка. 9Человек захватил свой крис, кривой, изогнутый кинжал с острым лезвием, и они отправились по реке Пираг. 9Море только начало отступать, и лодка проскочила из устья реки Пираг мимо села Нгора, Малаки, Сингапура и острова Бентангс с такой быстротой, 9словно ее кто-то тянул за веревку. 9Старый волшебник встал и крикнул. 9- Эй вы, звери, птицы и рыбы, которых я учил каждого своей игре, кто из вас играет с морем? 9Все звери, птицы и рыбы в один голос ответили, – Старый волшебник, мы играем в те игры, которым ты нас научил, и не только мы сами, 9но даже дети наших детей. 9Никто из нас не играет с морем. 9В это время над водою взошла полная, круглая луна. 8Волшебник спросил у горбатого старика, который сидит на луне и плетет невод, надеясь когда-нибудь поймать им весь мир. 9- Эй, рыбак с луны, это ты балуешься с морем? 9- Нет, – ответил рыбак. 9- Я плету невод, которым надеюсь когда-нибудь поймать весь мир. 8А с морем я и не думаю баловаться. 7Потом показалась на луне крыса, которая всегда перегрызает невод старого рыбака, когда он уже почти готов. 9Старый волшебник спросил ее, – Эй, крыса с луны, это ты играешь с морем? 9Крыса ответила, – У меня и без того много дела. 9Видишь, я перегрызаю невод, который плетет этот старый рыбак. 9Я не играю с морем. 9И она продолжала крысть невод. 9Тогда маленькая девочка протянула свои пухлые смуглые ручонки, украшенные браслетами из великолепных белых раковин, и сказала, 9- А, старый волшебник! 9Когда в самом начале мира ты разговаривал с моим отцом, а я сидела у него на плечах, звери приходили к тебе и ты учил их играть. 9Но один зверь самовольно ушел в море, не дождавшись, чтобы ты показал ему игру. 9Старый волшебник сказал, – Вот умная девочка, видела и молчала. 9Какой из себя был этот зверь? 1- Круглый и плоский. 9Глаза у него на подставочках, ходит он бочком, а на спине носит панцирь. 9Старый волшебник сказал, – Вот умная девочка, говорит правду. 9Теперь я знаю, куда девался Пауамма. 9- Дай-ка мне весло! 1Он взял весло, но грести не пришлось. 8Лодка сама плыла по течению мимо островов, пока не доплыла до места, которое называется Пусат-Тасик, Сердце-Море. 8Там в углублении есть чудесное дерево Пау Хэнгги, на котором растут волшебные орехи-двоешки. 9Старый волшебник погрузил руку до самого плеча в теплую воду и под корнями чудесного дерева нащупал широкую спину краба. 9От его прикосновения Пауамма зашевелился, и все море поднялось подобно тому, как поднимается вода в сосуде, если туда опустить руку. 9- Ага! – воскликнул старый волшебник. 8- Теперь я знаю, кто играет с морем! 9И он громко спросил, что ты там делаешь, Пауамма? 9- Пауамма, сидя глубоко под водою, ответил, один раз днем и один раз ночью я выхожу искать себе пропитание. 9Один раз днем и один раз ночью я возвращаюсь домой. 9Оставь меня в покое! 9Но старый волшебник сказал, 5- Послушай, Пауамма, когда ты выходишь из норки, то вся вода моря вливается в Пусат-Тасик, а берега всех островов обнажаются. 8Маленькие рыбки от этого умирают, а Раджа Маянг Кабан, король слонов, пачкает себе ноги в грязи. 9Когда ты возвращаешься в Пусат-Тасик и усаживаешься на место, то вода в море поднимается, затопляет добрую половину маленьких островов и заливает дом 9человека, а Раджа Абдуллах, король крокодилов, захлебывается соленой водой. 9Пауамма, сидя глубоко в воде, ответил:"Я не знал, что это так серьезно. 8Теперь я буду выходить семь раз в день, чтобы вода всегда была в движении". 9Старый волшебник сказал, 9- Я не могу заставить тебя играть в ту игру, Пауамма, которая была для тебя предназначена, потому что ты с самого начала убежал от меня. 9Но если не боишься, то выйди на минутку, мы об этом поговорим. 9- Ничего я не боюсь, – ответил Пауамма и показался на поверхности моря, залитой лунным светом. 1В мире не было другого такого огромного зверя, как Пауамма, потому что он был не простой краб, а царь всех крабов. 9Одной стороной панциря он коснулся берега в Сароваке, а другой стороною – берега в Паханге. 9Ростом он был больше, чем дым от трех вулканов. 9Когда он карабкался по ветвям чудесного дерева, то оторвал один из волшебных орехов двоешек, которые возвращают людям молодость. 9Девочка заметила, что орех плывет рядом с лодкой, выловила его и попробовала расколоть своими золотыми ножничками. 9- Но теперь, Пауамма, поколдуй, – предложил старый волшебник. 9- Покажи нам свое могущество. 9Пауамма вращал глазами и потрясал ножками, но только взбаламутил море. 9Сделать он ничего не мог, потому что был не более как крабом, хотя и царем крабов. 2Старый волшебник засмеялся. 9- Могущество что-то не видно, Пауамма, – сказал он. 9- Давай-ка теперь я попробую. 9- Это краб Пауамма, ростом с дым трех вулканов. 9Он выходит на поверхность воды, но так как он сам громаден, то я не нарисовал здесь вулканов. 9Пауамма пытался сделать какое-нибудь чудо, но тщетно, потому что он лишь глупый старый краб и ничего сделать не может. 9Вы видите, он весь состоит из ножек, брюшка и пустой скорлупы. 9Лодка здесь та самая, на которой ехали человек с дочуркой и старый волшебник. 9Море все черное и бурное, так как Пауамма только что покинул Пусатасик. 9Самый Пусатасик внизу, и потому я его не нарисовал. 9Человек грозит крабу своим извилистым крисом. 9Девочка спокойно сидит посреди лодки. 9Она знает, что с папой ей нечего бояться. 9Старый волшебник стоит на конце лодки и собирается колдовать. 9Волшебная подушка его осталась на берегу. 9Одежду он снял, чтобы не замочить в воде, а волшебного облака тоже не взял, чтобы оно своей тяжестью не перевернуло лодку. 9Возле лодки вы видите нечто, тоже похожее на лодку, – это так называемый противовес. 9Он привязан к лодке и не дает ей перевернуться. 9Лодка выдолблена из цельного бревна, и на одном ее конце лежит весло. 9- Он шевельнул рукой, даже не всей рукой, а только мизинцем левой руки, и вдруг, представьте себе, милые мои, твердый и синевато-зеленый панцирь 5отвалился со спины краба, как ореховая скорлупа, а сам Пуамма сделался мягким и нежным, как молоденькие крабы, которых иногда можно видеть на морском берегу. 0- Куда ж девалось все твое могущество? – спросил старый волшебник. 9- Не сказать ли мне человеку, чтобы он разрезал тебя своим кресом? 9Не потребовать ли, чтобы Раджа Маянг Кабан, царь слонов, проколол тебя своими клыками или чтобы Раджа Абдуллах, царь крокодилов, перекусил тебя пополам? 9Пуамма ответил:"Мне стыдно. 1Отдай мне назад мой панцирь и отпусти меня в Пусатасик. 9Я буду выходить только раз в день и один раз ночью за пищей". 2Старый волшебник сказал:"Нет, Пуамма, я не отдам тебе твоего панциря, потому что ты будешь расти и набираться силы, пожалуй, возгордишься до того, 9что, забыв обещания, опять начнешь играть с морем". 9Пуамма сказал на это:"Что же мне делать? 9Я так велик, что могу спрятаться только в Пусатасик, а если я без панциря пойду в другое место, то меня съедят акулы. 9Если же я в таком виде спущусь в Пусатасик, то там я хоть и буду цел, но не смогу достать себе пищу и умру с голоду". 9Он жалобно махал ножками и стонал. 9- Слушай, Пуамма, , сказал старый волшебник. 9- Я не могу заставить тебя играть в ту игру, для которой ты был предназначен, потому что ты с самого начала убежал от меня. 0Но если хочешь, я сделаю так, чтобы каждый камень, каждая ямка, каждый пучок водорослей в море был для тебя и твоих детей не менее надежным убежищем, 9чем Пусатасик. 9Пуамма сказал:"Хорошо, но я сразу не могу решиться. 1Видишь, вот человек, который тогда разговаривал с тобою. 1Если б он не отвлек твоего внимания, мне не надоело бы дожидаться, я не убежал бы в море и беды со мною не случилось бы. 6Что же он для меня сделает?" 1Человек сказал:"Если хочешь, я сделаю, чтобы тебе и твоим детям жилось одинаково хорошо и в воде, и на суше. 9Ты найдешь при это тут, и там". 9Пуамма сказал:"Я еще не могу решиться. 1Видишь, вот девочка, которая видела, как я убегал. 9Если бы она тогда же об этом сказала, волшебник позвал бы меня назад и беды со мною не случилось бы. 8Что же она для меня сделает?" 1Маленькая девочка сказала:"Я сейчас ем вкусный орех. 9Если хочешь, я отдам тебе свои острые старые ножницы, которыми я его расколола. 9Тогда ты со своими детьми, выйдя на берег, сможешь целый день кушать кокосовые орехи. 9Можешь также ножницами вырыть себе новый пусат-тасик, если на том месте не будет камней. 9А если земля окажется очень твердой, то те же ножницы помогут тебе взобраться на дерево". 9Пауамма сказал:"Я еще не могу решиться. 9Пока тело у меня мягкое, все это мне без надобности. 1Верни мне мой панцирь, старый волшебник, и тогда я буду играть в твою игру". 9Старый волшебник сказал:"Я тебе его возвращу, но лишь на одиннадцать месяцев в году. 9На двенадцатый месяц он всегда будет делаться мягким, чтобы напомнить тебе и твоим детям, как я умею колдовать. 9Это тебе не даст возгордиться, Пауамма. 9Я боюсь, что иначе, странствуй по морю и по суше, ты сделаешься заносчивым, а если вдобавок будешь лазить по деревьям, 9щелкать орехи и рыть ямки ножницами, то сделаешься слишком жадным". 5Пауамма подумал немного и сказал:"Я решаюсь и принимаю ваши дары". 9Тогда старый волшебник двинул правой рукой, всеми пятью пальцами правой руки. 5И вдруг, милые мои, Пауамма стал уменьшаться, уменьшаться, пока не превратился в маленького зеленоватого краба, 9который плыл рядом с лодкой и кричал тоненьким голосом:"Дайте мне ножницы". 9Девочка схватила его рукою, положила на дно лодки и дала ему ножницы. 9Он стал размахивать ими в воздухе, открывать, закрывать, постукивать, приговаривая:"Я могу раскалывать орехи. 9Я могу раскалывать раковины. 9Я могу рыть ямки. 5Я могу лазить на деревья. 9Я могу дышать и на суше. 9Я могу найти себе безопасный пусат-тасик и под каждым камнем. 9Вот не знал, что я такой важный. 9Кун? 9- Паях-кун, – со смехом ответил старый волшебник. 9А маленький Пауамма через борт лодки бросился в море. 9Он был теперь так мал, что мог бы скрыться под тенью сухого листа на суше или под раковинкой на дне морском. 1- Хорошо это? – спросил старый волшебник. 9- Да, – ответил человек. 1- Но теперь мы должны возвратиться в Пираг, и грести всю дорогу будет трудненько. 9Если бы мы подождали, пока Пауамма выйдет из своего убежища и затем опять прячется в пусат-тасик, то вода сама донесла бы нас до дому. 9- Ты очень ленив, – сказал старый волшебник. 9- И дети твои тоже будут ленивы. 9Это будут самые ленивые люди на свете. 9Их даже назовут малайцами, то есть лентяями. 1Он поднял палец к Луне и сказал, 1- Эй, рыбак! 5Здесь есть человек, который ленится грести домой. 2Дотащи его лодку своим негодом. 9- Нет, – возразил человек. 9- Если уж мне суждено быть ленивым до конца жизни, то пусть море два раза в сутки работает на меня. 1Тогда же мне не придется грести. 9Старый волшебник засмеялся и сказал, 1- Паях-кун! 5Крыса на Луне перестала крысть невод, а рыбак спустил его до самого моря и потянул всю глубокую воду мимо острова Бентанга, мимо Сингапура, 5мимо Малаки, мимо Селангара, пока лодка опять не вошла в устье реки Пирак. 9- Кун? – спросил рыбак с Луны. 9- Паях-кун, – ответил старый волшебник. 9- Отныне не забывай два раза в день и два раза в ночь тащить море, чтобы ленивому Малайцу не нужно было грести. 9Да смотри, не слишком усердствуй, а то и тебе от меня достанется. 9Они возвратились по домам и легли спать, милые мои. 2Теперь слушайте внимательно. 1С того самого дня и поныне Луна всегда толкает море взад и вперед и производит так называемый прилив и отлив. 1Иногда рыбак поусердствует и так поднимет воду, что получается разлив. 9Иногда же он недостаточно ее поднимет, и она стоит низко. 9Но большую частью он все-таки работает исправно, потому что боится старого волшебника. 9АПАУАММА! 9Если вы пойдете на берег, милые мои, то можете увидеть, как его дети роют себе маленький пусат-тасик под каждым камешком, 9под каждой былинкой на песчаной отмеле. 9Вы увидите, как они размахивают своими маленькими ножницами, а в некоторых странах они живут на суше и карабкаются по пальмам, чтобы кушать кокосовые орехи, 9как это им обещала дочь человека. 9Но раз в году все крабы теряют свой твердый панцирь, и кожа у них делается мягкой. 9Тогда они вспоминают о могуществе старого волшебника. 3Как бы то ни было, не следует охотиться за молоденькими крабами и убивать их на том только основании, что старый Пауамма в свое время вел себя 7ненько нехорошо. 9Да! 9Дети Пауамма ужасно не любят, когда их вытаскивают из их маленьких пусат-тавсеков и приносят домой в стекленных баночках. 9Вот почему они стараются зацепить своими клешнями-ножницами тех, кто их ловит. 9И по делам. 9Как кот гулял, где ему вздумается 1Слушайте внимательно, милые мои. 9То, что я расскажу вам, случилось давным-давно, когда человек еще не приручил животных и все они были дикими. 9Собака была дикая, лошадь была дикая, корова была дикая, овца была дикая, свиня была дикая, и эти дикие животные бродили по сырому дикому лесу. 9Но самым диким из них был кот. 9Он гулял один, где ему вздумается, и место для него не имело значения. 9Разумеется, и человек тоже был диким, совсем диким. 1Он даже не пытался усовершенствоваться, пока не встретил женщину, которая ему сказала, что ей вовсе не нравится такая дикая жизнь. 9Она разыскала хорошую сухую пещеру, где можно было поселиться, чтоб уж не ночевать под открытым небом на куче сырых листьев. 9Пол пещеры она посыпала чистым песком, устроила очаг и развела на нем огонь. 8Затем она завесила вход в пещеру сухой конской шкурой хвостом вниз и сказала человеку, 9- Вытирай ноги, голубчик, когда входишь. 9Мы заведем у себя порядок. 1В тот день, милые мои, они ели мясо дикой овцы, зажаренной на горячих каменях и приправленной диким чесноком и диким перцем, 9дикую утку, фаршированную диким рисом и дикими кореньями, мозговые кости дикого быка, дикие вишни и дикие гранаты. 0Плотно пообедав, человек лег спать около огня и чувствовал себя счастливым. 9Женщина еще сидела и расчесывала волосы. 9Потом она взяла большую плоскую кость от бараньи и лопатки и стала ее разглядывать. 9Подбросив топливо в огонь, она принялась колдовать, и это было первое в мире колдовство. 9Все дикие животные вышли из сырого дикого леса и, собравшись в кучку, издали поглядывали на огонь, недоумевая, что это за штука. 9Дикая лошадь топнула своим диким копытом и сказала:"А друзья мои и враги мои! 9Зачем мужчины и женщины зажгли такой яркий свет в пещере, и не будет ли нам от этого беды?" 9Дикая собака потянула воздух своим диким носом и, почуяв запах жареной баранины, сказала:"Пойду-ка я посмотрю. 9Кажется, там что-то вкусное. 9Кот, пойдем со мной!" 9- Нет! 8- ответил кот. 9- Я привык гулять один, где мне вздумается, и с тобой не пойду. 9- В таком случае нашей дружбе конец, – сказала дикая собака и направилась к пещере. 9Не успела она отойти на несколько шагов, как кот подумал, мне ведь все равно, где гулять. 9Отчего бы мне тоже не пойти посмотреть? 9А уйду я оттуда, когда мне вздумается. 9Он неслышными шагами прокрался вслед за собакой и так притаился, что мог все слышать. 2Когда дикая собака добралась до входа в пещеру, то отодвинула мордой сухую конскую шкуру и стала вдыхать чудный запах жареной баранины. 9Женщина, разглядывавшая баранью лопатку, услышала, как она подошла, и тогда сказала со смехом:"Ага, вот первый! 9Что тебе нужно, дикий зверь из дикого леса?" 9Дикая собака ответила:"А мой враг и жена моего врага, что это так вкусно пахнет в диком лесу!" 9Женщина бросила дикой собаке жареную баранью кость и сказала:"Дикий зверь из дикого леса, возьми и попробуй!" 9Дикая собака принялась крысть кость, которая оказалась вкуснее всего того, что ей когда-либо приходилось есть. 9Покончив с костью, она сказала:"А мой враг и жена моего врага, дай еще!" 9Женщина ответила:"Дикий зверь из дикого леса, помогай моему мужу охотиться днем, а ночью стереги пещеру, 9тогда я буду давать тебе сколько угодно костей!" 9- А, вот что! 9- сказал кот, подслушавший весь разговор. 9- Умная женщина, спору нет, но я еще умнее. 1Дикая собака вползла в пещеру, положила голову на колени женщине и сказала:"А мой друг и жена моего друга, 9я обещаю днем помогать твоему мужу на охоте, а ночью стеречь пещеру!" 9- Ну и глупая же собака! 9- сказал про себя кот, услышав такие речи. 9Он ушел обратно в сырой дикий лес, помахивая своим диким хвостом и гуляя по диким тропинкам, но никому ничего не сказал. 2Проснувшись, мужчина спросил, что здесь нужно дикой собаке? 8- Это пещера, в которой жил первобытный человек со своей женой. 8Пещера была совсем не дурна, и в ней было гораздо теплее, чем можно думать по виду. 9У человека был челнок. 9Он привязан к колышку на берегу и погружен в воду для того, чтобы дерево, из которого он сделан, разбухло. 9Поперек реки протянут невод для ловли лососей. 9От самого берега до входа в пещеру лежат гладкие чистенькие камни для того, чтобы мужчина и женщина не пачкали себе ноги в песке, когда ходят по воду. 9Вдали на берегу вы видите черненькие штучки, похожие на жуков, – это засохшие деревья из дикого леса, принесенные рекою. 9Мужчина и женщина вытаскивали их из воды, сушили и резали на дрова. 9Я не нарисовал конской шкуры у входа в пещеру, потому что женщина сняла ее, чтобы вычистить. 9Черточки на песке между пещерой и рекой – это следы ног мужчины и женщины. 9Мужчина и женщина сидят в пещере и обедают. 9Когда у них появился ребенок, они перебрались в другую, более удобную пещеру, потому что ребенок подползал к реке и часто падал в воду, 9а собаке приходилось его оттуда вытаскивать. 6- Женщина ответила, – Теперь это уже не дикая собака, а наш лучший друг. 6Она будет нашим другом всегда, всегда, всегда. 8Возьми ее с собою, когда пойдешь на охоту. 9На следующий день женщина нарезала несколько хапок свежей душистой травы с пойменного луга и высушила ее у огнями. 9Так что она благоухала как недавно скошенная сена. 9Потом она села у входа в пещеру, нарезала ремней из конской шкуры и сплела недоуздок. 9Все время она смотрела на баранью лопатку и колдовала. 9Это было второе в мире колдовство. 9А в диком лесу все дикие звери недоумевали, что случилось с дикой собакой. 9Наконец дикая лошадь топнула ногой и сказала, 9- Пойду посмотрю, отчего не возвращается дикая собака. 4Кот, пойдем со мной. 9- Нет, – ответил кот. 9- Я гуляю один, где мне вздумается, и хожу, куда сам захочу. 9Не пойду я с тобой. 9Тем не менее он тихонько прокрался за дикой лошадью и так притаился, чтобы не проронить ни слова. 9Когда женщина услыхала топот дикой лошади, которая зацепилась своей длинной гривой, то засмеялась и сказала, 9- Вот и второй. 9Дикий зверь из дикого леса, что тебе нужно? 9Дикая лошадь сказала, 9- А мой враг и жена моего врага, где дикая собака? 9Женщина опять засмеялась и, взглянув на баранью лопатку, сказала, 9- Дикий зверь из дикого леса, ты сюда пришел не ради дикой собаки, а ради этой сочной травы. 9Дикая лошадь, спотыкаясь и цепляясь своей длинной гривой, призналась, 9- Правда твоя. 9Дай мне травы. 9Женщина сказала, 9- Дикий зверь из дикого леса, нагни свою дикую голову и надень то, что я тебе приготовила. 9Тогда ты будешь получать чудную траву три раза в день. 9- А! 8- сказал кот, подслушавший весь разговор. 9- Умная женщина, спору нет, а я все-таки умнее. 9Дикая лошадь нагнула свою дикую голову, и женщина надела на нее плетеный недоуздок. 2Тяжело переводя дух, дикая лошадь сказала, 9- А моя госпожа и жена моего господина. 9Я буду тебе служить ради этой чудной травы. 9- Ага, вот что! 5- сказал кот, подслушавший весь разговор. 3- Ну и глупа же лошадь! 8Он вернулся назад в сырой дикий лес, помахивая своим диким хвостом и гуляя по диким тропинкам, но никому ничего не сказал. 9Когда мужчина и собака пришли с охотой, то мужчина спросил, что здесь нужно дикой лошади. 9Женщина ответила, теперь это уж не дикая лошадь, а наш первый слуга. 9Она будет перевозить нас с места на место всегда, всегда, всегда. 9Поезжай на ней верхом, когда отправишься на охоту. 9На другой день дикая корова, задрав вверх свою дикую голову, чтобы не зацепиться своими дикими рогами за дикие деревья, пошла к пещере. 9За нею отправился кот и спрятался, как и в оба предыдущих раза. 8Все случилось так, как и раньше. 6Дикая корова обещала женщине отдавать свое молоко в обмен на чудную траву, а кот вернулся в сырой дикий лес, 9помахивая своим диким хвостом и гуляя по диким тропинкам, как бывало и прежде, но никому ничего не сказал. 9Когда человек, лошадь и собака возвратились домой с охотой и предложили обычные вопросы, то женщина ответила, 9теперь это уже не дикая корова, а наша кормилица. 9Она будет давать нам теплое белое молоко всегда, всегда, всегда. 9И пока ты будешь ходить на охоту с первым другом и первым слугой, я буду заботиться о ней. 9На другой день кот притаялся и высматривал, не пройдет ли еще кто-нибудь из диких зверей к пещере, но никто не вышел из сырого дикого леса, 9и кот один прогуливался в этой стороне. 9Он увидел, как женщина подоила корову, видел, как горел огонек внутри пещеры, и чуял запах теплого белого молока. 9Приблизившись, он спросил, а мой враг и жена моего врага? 9Куда девалась дикая корова? 9Женщина засмеялась и сказала, 9- Дикий зверь из дикого леса, ступай назад, откуда пришел. 9Я уже заплела волосы и спрятала волшебную баранью лопатку. 8Нам в пещере больше не нужно ни друзей, ни слуг. 9Кот ответил, я ни друг и ни слуга. 8Я кот, который гуляет один, где ему вздумается. 9Теперь мне вздумалось прийти к вам в пещеру. 9Женщина сказала, 9- Отчего же ты не пришел в первый вечер с первым другом? 0Кот очень рассердился и спросил, 0- Разве дикая собака уже что-нибудь наговорила тебе про меня? 9Женщина засмеялась и ответила, 9- Ты гуляешь один, где тебе вздумается, и место для тебя не имеет значения. 9Ты нам ни друг и ни слуга, как ты сам сказал. 9Ну и ступай, гуляй, где знаешь. 9- Здесь изображен кот, который любил гулять один, где ему вздумается. 9Он ходит по сырому дикому лесу, помахивая хвостом. 9На рисунке больше ничего нет, кроме нескольких поганок, которые выросли потому, что лес был очень сырой. 9То, что вы видите на ветках, о птице, о мох. 9Он вырос потому, что в лесу было очень сыро. 9Под большой картинкой нарисована пещера, в которую мужчина и женщина переселились после того, как у них появился ребенок. 0Они жили в пещере летом и посеяли около нее пшеницу. 9Мужчина едет верхом на лошади, чтобы разыскать корову и привезти в пещеру, где ее будут доить. 9Он поднял руку и зовет собаку, которая переплыла через речку, отыскивая кроликов. 9Кот прикинулся огорченным и сказал, неужели я никогда не войду в пещеру? 9Неужели я никогда не буду греться у огня? 9Неужели я никогда не буду пить теплого белого молока? 9Ты очень умная и очень красивая женщина. 9Ты не должна быть жестокой даже к коту. 8Женщина сказала, 9- Я знала, что я умна, но не знала, что я красива. 2Давай заключим договор. 8Если я когда-нибудь хоть раз тебя похвалю, то ты можешь войти в пещеру. 8- А если два раза? 9- спросил кот. 5- Вряд ли это случится, – ответила женщина. 9- Но если я два раза тебя похвалю, то ты можешь греться в пещере. 9- А если похвалишь три раза? – спросил кот. 9- Вряд ли это случится, – ответила женщина. 9- Но если я три раза тебя похвалю, то ты можешь три раза в день пить теплое белое молоко всегда, всегда, всегда. 9Кот выгнал спину и сказал, 0- Пусть же шкура, завешивающая вход в пещеру, и очаг в глубине пещеры, и крынки молока на очаге будут свидетелями того, что сказала женам моего врага. 9Он ушел обратно в сырой дикий лес, помахивая своим диким хвостом и гуляя по диким тропинкам. 9Вечером, когда мужчина, лошадь и собака вернулись с охотой, женщина не рассказала им о своем договоре, так как опасалась, что они его не одобрят. 9Кот до тех пор гулял в сыром диком лесу, пока женщина совершенно не забыла про него. 9Только маленькая летучая мышь, свешивавшаяся головой вниз с потолка пещеры, знала, где скрывается кот. 9Каждый вечер летучая мышь летала к нему и рассказывала все новости. 8Однажды летучая мышь сообщила, в пещере появился маленький ребенок. 9Он совсем новенький, розовый, пухленький. 8И женщины его очень любят. 1- Ага! – сказал кот, навострив уши. 8- А что любит ребенок? 8- Он любит все мягкое, пушистое, – ответила летучая мышь. 9- Он любит, засыпая, держать в ручонках что-нибудь теплое. 9Он любит, чтоб с ним играли. 8- Ага! – сказал кот, навострив уши. 8- Теперь наступило мое время. 8Вечером кот прошел через сырой дикий лес и спрятался около пещеры. 9На рассвете мужчина с собакой и лошадью отправился на охоту. 8Женщина была занята стряпней, а ребенок все время кричал и отрывал ее от дела. 9Женщина попробовала вынести его из пещеры. 9Она положила его на земле и, чтобы занять его, дала ему горсть камешков. 9Однако ребенок не унимался. 9Тогда кот вышел из засады и стал гладить ребенка по щеке своей бархатной лапкой. 9Кот терся об его пухлые ножки и щекотал ему шейку хвостом. 9Ребенок засмеялся. 9Женщина услышала его смех и улыбнулась. 9Маленькая летучая мышь, прицепившаяся у входа в пещеру, сказала:" 9А моя хозяйка, жена моего хозяина и мать сына моего хозяина. 9Дикий зверь из дикого леса прекрасно играет с твоим ребенком. 9- Спасибо этому дикому зверю, кто бы он ни был, – ответила женщина, не отрываясь от работы. 9- Я сегодня очень занята, и он мне оказал большую услугу. 9В ту же минуту, в ту же секунду, милые мои, хлоп! 9- Конская шкура, повешенная хвостом вниз у входа в пещеру, с шумом упала, так как она была свидетельницей договора между женщиной и котом. 9Пока женщина поднимала ее, кот успел прошмыгнуть в пещеру. 9- Вот и я, враг мой, жена моего врага и мать моего врага! – сказал кот. 9- Ты меня похвалила, и теперь я могу сидеть в пещере всегда, всегда, всегда. 9А все же я кот, который гуляет, где ему вздумается! 0Женщина очень рассердилась, крепко стиснула губы, взяла свою прялку и села прясть. 9А ребенок плакал, потому что кот ушел. 6Мать никак не могла его успокоить. 1Он барахтался, дрыгал ножками и весь посинел от крика. 9- А мой враг, жена моего врага и мать моего врага! – сказал кот. 9- Возьми пасму своей пряжи, привяжи ее к веретену и потащи по полу. 9Я покажу тебе колдовство, от которого твой ребенок засмеется так же громко, как теперь плачет. 5- Я это сделаю потому, что уж не знаю, как унять ребенка, – сказала женщина, – но тебя-то я, конечно, не поблагодарю. 9Она привязала нитку к маленькому глиняному веретену и потащила его по полу, а кот бежал за ним, подбрасывая его лапками, кувыркался, 9закидывал его на спину, ложился на него, делал вид, что потерял его, и потом опять ловил его, пока ребенок не стал хохотать так же громко, 9как прежде плакал. 0Он пополз за котом и катался с ним по пещере, а когда устал, то задремал, обхватив кота ручонками. 9- Теперь, – сказал кот, – я спою ребенку песенку, чтоб он спал часок-другой. 1И он стал мурлыкать тихо и громко, громко и тихо, пока ребенок не уснул крепким сном. 4Женщина, улыбаясь, смотрела на них обоих и наконец сказала, 0- Вот так прелесть! 2Да ты молодец, кот! 1В ту же минуту, в ту же секунду, милые мои, пуф! 9- дым от очага стал клубиться по пещере, так как он был свидетелем договора между женщиной и котом. 2Когда дым рассеялся, то оказалось, что кот с удобством расположился у огня. 8- Вот и я, враг мой, жена моего врага и мать моего врага. 9Ты во второй раз похвалила меня. 5Теперь я могу греться у огня в пещере всегда, всегда, всегда. 8А все-таки я кот, который гуляет, где ему вздумается? 8Женщина очень-очень рассердилась, распустила волосы, подбросила топливо в огонь, достала широкую кость от бараньи и лопатки и стала колдовать, 9чтобы как-нибудь не похвалить кота в третий раз. 2Это было колдовство без пения, милые мои, молчаливное колдовство. 5Мало-помалую в пещере наступила такая тишина, что маленькая мышка решилась выползти из своей норки в углу и пробежать по полу. 9- А мой враг, жена моего врага и мать моего врага. 2Неужели ты своим колдовством вызвала эту мышку? 9- спросил кот. 3- Конечно нет. 9- Ай-ай-ай! 9- Воскликнула женщина, роняя кость и поспешно заплетая косы, чтобы мышь как-нибудь не взбежала по ним. 9- А что, если я съем мышь? 9- сказал кот, внимательно наблюдавшись за нею. 5- Мне от этого не будет вреда? 9- Нет, – ответила женщина, заплетая косу. 5- Ешь скорее. 9Я тебе буду очень благодарна. 9Кот одним прыжком поймал мышь, и женщина сказала, 0- Тысячу раз благодарю тебя. 0Даже наш первый друг не так проварен, чтобы ловить мышей. 9Вероятно, ты очень умен. 9В ту же минуту, в ту же секунду, милые мои, трах! 9- Крынка молока, стоявшая на очаге, раскололась пополам, так как она была свидетельницей договора между женщиной и котом. 9Когда женщина вскочила со скамейки, на которой сидела, кот уже лакал теплое белое молоко, оставшееся в одном из черепков. 8- Вот я, враг мой, жена моего врага и мать моего врага! – сказал кот. 8- Ты три раза похвалила меня. 9Теперь я могу три раза в день пить теплое белое молоко всегда, всегда, всегда. 9А все-таки я кот, который гуляет, где ему вздумается. 8Женщина засмеялась и поставила перед котом чашку теплого белого молока. 9При этом она сказала, 0- А кот, ты умен, как человек, но все-таки помни, что договор ты заключал только со мной, и я не знаю, как к нему отнесутся мужчина и собака, 9когда возвратятся домой. 9- А мне что за дело? – сказал кот. 9- Раз я могу сидеть в пещере у огня и трижды в день получать теплое белое молоко, то мне совершенно безразлично, что скажут мужчина или собака. 9Вечером, когда мужчина и собака возвратились в пещеру, женщина рассказала им о своем договоре, а кот, сидя у огня, ухмылялся. 9Мужчина сказал, прекрасно, но он не заключал договора со мною и с другими людьми, которые будут жить после меня. 0Затем человек снял свои кожаные сапоги, положил свой каменный топорик, принес полено и секиру звездочка, всего пять предметов, и, разместив их в один ряд, 3сказал, 0- Теперь мы заключим с тобою договор. 9Если ты не будешь ловить мышей в пещере всегда, 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 то я буду бросать в тебя эти пять предметов, как только тебя завижу. 9То же самое будут делать все мужчины после меня. 9- Ах! 0- Воскликнула женщина. 0- Какой умный этот кот, но мой муж все-таки умнее. 9Кот осмотрел все пять предметов, они выглядели довольно опасными, и сказал, я буду ловить мышей в пещере всегда, всегда, всегда. 9А все-таки я кот, который гуляет, где ему вздумается. 9- Только не тогда, когда я близко, – возразил человек. 9- Если б ты не сказал последних слов, то я убрал бы эти вещи навсегда, навсегда, навсегда. 9А теперь я буду бросать в тебя сапоги и топорик, всего три предмета, как только встречусь с тобой. 9И так будут делать все мужчины после меня. 9Звездочка секира, это топор в виде полумесяца, насаженная на топорище или древко. 9Затем собака сказала, постой. 9Ты еще не заключал договора со мною и со всеми собаками, которые будут жить после меня. 9Оскалив зубы, она продолжала, 0- Если ты не будешь ласков с ребенком, пока я в пещере, всегда, 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 то я буду гоняться за тобой и поймаю тебя, а когда поймаю, 9укушу. 0И так будут делать все собаки после меня. 9- Ах! – воскликнула женщина. 9- Какой умный этот кот, но собака умнее его! 9Кот сощитал зубы собаки, они выглядели очень острыми, и сказал, я буду ласков с ребенком всегда, 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 если он не будет слишком сильно 0тянуть меня за хвост. 8А все-таки я кот, который гуляет, где ему вздумается. 1- Только не тогда, когда я близко, – возразила собака. 5- Если б ты не сказал последних слов, то я закрыла бы свою пасть навсегда, 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 а теперь я буду загонять тебя на дерево, 9как только встречусь с тобою. 0И так будут делать все собаки после меня. 8Человек бросил в кота свои сапоги и каменный топорик, всего три предмета, и кот выбежал из пещеры, а собака загнала его на дерево. 9С того дня и поныне, милые мои, из пяти мужчин трое всегда бросают в кота что попадется под руку, и все собаки загоняют его на дерево. 8Он ловит мышей и ласково обращается с детьми, если они не слишком сильно тянут его за хвост. 9Но исполнив свои обязанности, в свободное время, особенно когда настают лунные ночи, кот уходит и гуляет один, где ему вздумается. 9Он лазит по влажным диким деревьям или по влажным диким крышам, а не то отправляется в сырой дикий лес и, помахивая своим диким хвостом, бродит по диким тропинкам. 6Как мотолек топнул 5Теперь, милые мои, я расскажу вам новенькую сказку, не похожую на прежние, сказку о мудром Сулейман бен Дауде. 5О нем уже раньше сложилось триста пятьдесят пять сказок, но моя сказка не из их числа. 9Это не сказка про Пигалюцу, которая нашла себе воду, или про Пататуйку, которая своими крыльями защитила Сулеймана от зноя. 9Это не сказка про стеклянную мостовую, или про рубин со звилистым отверстием, или про золотые ворота султан Шибау Кис. 9Это сказка о том, как мотолек топнул. 9Ну, теперь слушайте внимательно. 2Сулейман бен Дауде отличался необыкновенной мудростью. 8Он понимал, что говорили звери, что говорили птицы, что говорили рыбы, что говорили насекомые. 9Он понимал, что говорили скалы глубоко под землею, когда сталкивались друг с другом и глухо стонали. 3Он понимал, что говорили деревья, когда утром шелестело их листво. 8Он понимал все-все на свете. 8А красавица Балкис, главная султанша, почти не уступала ему в мудрости. 8Сулейман бен Дауде отличался могуществом. 7На третьем пальце правой руки он носил кольцо. 9Если он поворачивал это кольцо один раз, то к нему слетались подземные духи, готовые исполнить все его приказания. 9Если он поворачивал кольцо два раза, то к нему слетались небесные феи, готовые исполнить все его приказания. 9Если он поворачивал кольцо три раза, то перед ним являлся сам Великий Израиль с мечом и докладывал ему обо всем, что происходило в трех мирах, 2внизу, вверху и здесь. 2Однако Сулейман бен Дауд не был гордецом. 9Он очень редко выставлял себя на показ, а если это случалось, то потом всегда раскаивался. 9Однажды он вздумал накормить сразу всех животных в мире. 9Но когда корм был заготовлен, из пучины морской появился зверь, который все сожрал в три глотка. 9Сулейман бен Дауд изумился и спросил, скажи, зверь, кто ты? 9Зверь ответил ему, а повелитель, да продлится жизнь твоя во веки веков. 8Я самый маленький из тридцати тысяч братьев, а живем мы на дне морском. 9До нас дошел слух, что ты собираешься накормить зверей со всего мира, и братья послали меня спросить, когда будет готов обед. 8Сулейман бен Дауд изумился не еще больше и сказал, а зверь... ты уничтожил обед, который я приготовил для всех зверей в мире. 9Зверь ответил, а царь, да продолжится жизнь твоя во веки веков. 9Неужели ты это называешь обедом? 9Там, где я живу, каждый из нас на закуску съедает вдвое больше. 9Тогда Сулейман бен Дауд пал ниц и сказал, а зверь... 1Я хотел устроить обед, чтобы похвастаться, какой я великий и богатый царь, а вовсе не потому, чтобы я хотел облагодетельствовать зверей. 8Теперь я престижен, и это послужит мне уроком. 9Сулейман бен Дауд был поистине мудрым человеком, милые мои. 8После того он никогда уж не забывал, что хвастаться глупо. 9Здесь изображен зверь, который вышел из моря и пожрал всю еду, заготовленную Сулейман бен Даудом для животных всего мира. 9Это был очень милый зверь, и мать горячо любила его, так же как его двадцать девять тысяч девятьсот девяносто девять братьев, которые жили на дне морском. 9Вы уже знаете, что он был самым младшим из них, а потому его называли Малюткой Порджи. 9Он съел все ящики, тюки и узлы из провизии, приготовленной для всего мира, и даже не дал себе труда распаковать их или развязать веревки. 9Однако это ему нисколько не повредило. 9За ящиками видны высокие мачты кораблей Сулейман бен Дауда. 9Эти корабли подвозили новый запас провизии, когда Малютка Порджи вышел на берег. 9Кораблей он не съел. 9Они не стали разгружаться и поспешно уплыли в море, пока Малютка Порджи еще не кончил своей еды. 9Вы можете видеть, как несколько кораблей уплывают за спиной Порджи. 9Я не нарисовал Сулейман бен Дауда потому, что он сам в удивлении стоит перед этой картиной. 9Тюк, который свешивается с мачты корабля, заключает в себе свежие финики для попугаев. 9Как называется каждый из кораблей, я не знаю. 9Вот и все, что здесь нарисовано. 1Это была присказка, а теперь начнется сказка. 9У Сулеймана было много жен, 999, не считая красавиц и балкис. 9Все они жили в большом золотом дворце посреди великолепного сада с фонтанами. 9Сулейман бен Дауд вовсе не желал иметь столько жен, но в те времена обычай требовал, чтоб у всех было по нескольку жен, а у султана больше, 9чем у других. 9Одни из жен были красивы, другие нет. 1Некрасивые ссорились с красивыми, потом все ссорились с султаном, и это его приводило в отчаяние. 9Только красавица балкис никогда не ссорилась с Сулейман бен Даудом. 9Она его слишком любила и, сидя в своих разолоченных покоях или гуляя по дворцовому саду, не переставала думать о нем и огорчаться за него. 9Конечно, Сулейман мог повернуть кольцо на пальцы и вызвать подземных духов, которые превратили бы всех 999 сварливых жен в белых мулов, или в борзых собак, 9или в гранатовые семена, но к такому решительному средству он не хотел прибегать, рассуждая, 9что это значило бы подчеркивать свою власть и хвастаться ею. 9Поэтому, когда султанши затевали ссору, он уходил подальше в сад и проклинал минуту, когда родился на свет Божий. 9Однажды, когда ссоры продолжались целых три недели, , 4ссорились между собою все 999 жен, , Сулейман бен Дауд, как всегда, отправился искать успокоение в роскошном саду. 9Под апельсинными деревьями он встретил красавицу Балкис, которая была очень огорчена тем, что султан переживает такие неприятности. 9Она сказала ему, 0- О мой повелитель, свет очи моих. 9Поверни кольцо на пальце и покажи этим султаншам Египта, Месопотумии, Персии и Китая, что ты могущественный и грозный властитель. 9Сулейман бен Дауд покачал головой и ответил, а подруга моя, радость дней моих. 9Вспомни, как зверь вышел из моря и пристыдил меня перед всеми зверями в мире за мое тщеславие. 9Если я стану хвастаться своим могуществом перед султаншами Египта, Месопотумии, Персией и Китая только потому, что они изводят меня своими ссорами, 2то мне будет еще стыднее. 9Красавица Балкис спросила, 0- О мой повелитель, сокровище души моей. 1Что ж ты будешь делать? 9Сулейман бен Дауд ответил, а подруга моя, утиху моего сердца. 1Я покорюсь своей судьбе и постараюсь терпеливо выносить вечные ссоры 9999 жен. 9Он еще гулял некоторое время между лилиями, розами, каннами и душистым убирем, а потом сел отдохнуть под своим любимым комфорным деревом. 9А Балкис спряталась в чаще пестролистных бамбуков, высоких ирисов и красных лилий, росших около комфорного дерева, чтобы быть поближе к своему горячо любимому мужу. 9Вдруг под дерево прилетели два мотылька, ссорясь между собою. 9Сулейман бен Дауд услыхал, как один из них сказал другому, 9- Удивляюсь, как ты позволяешь себе говорить со мной таким образом. 9Разве ты не знаешь, что стоит мне топнуть ногою, и весь дворец Сулейман бен Дауда вместе с этим роскошным садом мгновенно исчезнет с лицеземли? 9Сулейман бен Дауд забыл о своих девятистых-девяносто девяти сварливых женах. 9Хвастовство мотылька очень его рассмешило, и он до того хохотал, что комфорное дерево затряслось. 9Протянув палец, он сказал, 9- Иди-ка сюда, малютка! 9Мотылек страшно испугался, но все-таки полетел на руку султана и сел, похлопывая крылышками. 9Сулейман бен Дауд наклонился к нему и тихонько шепнул, 0- Послушай, малютка, ведь ты знаешь, что, сколько бы ты ни топал, ты даже не пригнешь к земле самой тоненькой травки. 9Зачем же ты рассказываешь небылиться своей жене? 1Ведь эта бабочка, вероятно, твоя жена? 9Мотылек взглянул на Сулейман бен Дауда и увидел, что глаза мудрого царя блестят, как звезды в морозную ночь. 9Он собрал всю свою храбрость, склонил голову набок и сказал, 9- А царь, да продлится жизнь твоя вовеки! 9Это действительно моя жена! 6А ты знаешь, что такое жены? 8Сулейман бен Дауд украдкой улыбнулся и сказал, 0- Знаю, братец. 0- Нужно поддерживать свое достоинство, – объяснял мотылек. 6- Жена целое утро ссорилась со мной. 8Я сказал это, чтоб ее успокоить. 3Сулейман бен Дауд заметил, дай бог, чтобы это ее успокоило. 9Ну, теперь лети к ней, братец. 8Я послушаю, что ты ей скажешь. 1Мотылек полетел к своей жене, которая вся трепетала, сидя на листике. 9Она воскликнула, он тебя слышал? 7Сам Сулейман бен Дауд тебя слышал. 9- Конечно, слышал, – ответил мотылек. 5- Я сам хотел, чтобы он меня слышал. 9- А что же он сказал? 1Что? 1Говори скорее. 5- Гм! – ответил мотылек, напуская на себя важность. 1- Между нами, милая моя, – он очень испугался, но я его не осуждаю. 9Дворец ему, видно, стоил больших денег, к тому же и апельсины скоро созреют, вот он просил меня не топать ногою, и я обещал, что не топну. 9- Господи! – воскликнула бабочка и совершенно притихла. 0От Сулейман бен Дауд хохотал до слез, так его рассмешало без стыдства негодного мотылька. 9Красавица Балкис стояла среди красных лилий и тоже улыбалась, потому что слышала весь их разговор. 5Она думала, если я буду умно держать себя, то спас и моего повелителя от неприятностей с этими сварливыми султаншами. 0Она протянула палец и тихонько шепнула бабочке, иди сюда, малютка! 2Бабочка, жена мотылька, испуганно вспорхнула и села на белую руку Балкис. 9Балкис нагнула свою чудную головку и спросила шепотом, скажи, малютка, ты веришь тому, что сказал тебе сейчас твой муж? 0Бабочка взглянула на Балкис и увидела, что глаза красавицы султанши сияют, как глубокое море, в котором отражаются звезды. 0Она набралась храбрости и сказала, а султанши, да сохранится твоя красота во веки веков! 9- Ты ведь знаешь, какие бывают мужья! 0Султанша Балкис, мудрая Балкис, приложила пальцы к губам, чтобы скрыть улыбку, и ответила, 9- Знаю, сестрица! 9- Они сердятся из-за всякого пустяка, – говорила бабочка, быстро помахивая крылышками, – а мы должны им угождать. 2Им наполовину нельзя верить. 9Муж думает убедить меня, что он может, топнув ногою, стереть с лица земли Сулеймана в дворец. 1Я этому не придаю никакого значения, а завтра он сам забудет свои слова. 9- Ты права, сестрица, – сказала Балкис. 9- И в следующий раз, когда он будет хвастать, попробуй поймать его на слове, попроси его топнуть ногой. 9Посмотрим, что из этого выйдет. 9Мы ведь знаем, какие бывают мужья, – а правда ли? 9Не мешает его пристыдить. 9Бабочка улетела к своему супругу, и через пять минут они ссорились пуще прежнего. 9- Помни, – кричал мотылек, – помни, что случится, если я топну ногой. 9- Я тебе ни капельки не верю, – возражала бабочка. 9- Вот попробуй, топни нарочно, сейчас топни. 6- Я обещал Сулейман бен Дауду не делать этого и не хочу нарушать своего слова. 4- Беды не будет, если его нарушишь, – сказала бабочка. 8- Сколько бы ты ни топал, ты не пригнешь даже травинки к земле. 9Ну и топни нарочно. 9Сулейман бен Дауд, сидя под комфорным деревом, слышал каждое слово и так хохотал, как ему до тех пор еще никогда не случалось. 9Он забыл о своих султаншах, он забыл о звере, который вышел из пучины морской, он забыл обо всем и хохотал, потому что ему было весело. 9А Балкия среди цветов улыбалась, радуясь тому, что ее дорогой супруг развеселился. 1Мотылек, очень взволнованный и разгоряченный, стремительно прилетел под тень комфорного дерева и сказал Сулейману, 9- Она хочет, чтобы я топнул. 9Она хочет посмотреть, что из этого выйдет. 8От Сулейман бен Дауд, ты знаешь, что я похвастался. 5Теперь она уже не поверит ни одному моему слову. 9Она всю жизнь будет смеяться надо мною. 5- Нет, братец, – ответил Сулейман бен Дауд. 8- Мы сделаем так, чтобы она больше не смеялась над тобою. 9Он повернул кольцо на пальцы, – не для того, чтобы похвалиться своим могуществом, а для того, чтобы помочь мотыльку, – 9и вмиг перед ним явились из-под земли четыре грозных духа. 0- Рабы! 0- Сказал Сулейман бен Дауд. 0- Когда этот господин на моем пальце, наглый мотылек все еще сидел на его руке, топнет левой передней ногой, 9вы унесите мой дворец и сады в грозовой тучи. 2Когда он опять топнет, вы все удворите на прежнее место. 0- Теперь, братец, – сказал он, – лети к своей жене и топай на здоровье. 2Мотылек полетел к жене, которая кричала, – Я требую, чтобы ты это сделал, требую! 9Топни, говорю тебе! 2Топни, топни! 1В это время Балкис увидела, как четыре могучих духа взялись за четыре угла сады, посреди которого стоял дворец, и от радости даже захлопал в ладоши. 9- Наконец-то, – подумала она, – Сулейман-бен-даут ради мотылька делает то, что давно должен был сделать ради собственного благополучия. 9Теперь, по крайней мере, сварливые султанши будут достаточно напуганы. 1Мотылек топнул ногой. 2Духи подхватили дворец и сады и подняли их на тысячу миль над землею. 9Послышался ужасный раскат грома, и все скрылось в непроглядной тьме. 9Бабочка затрепетала и воскликнула, – А, я больше не буду! 9И зачем я так говорила? 9Верни на место сады, милый мой супруг! 9Я обещаю, что больше никогда не стану тебе перечить! 1Мотылек испугался не меньше своей жены, а Сулейман-бен-даут так хохотал, что несколько минут не мог вымолвить ни слова. 9Наконец он перевел дух и шепнул мотыльку, – Топни опять, братец, верни мне дворец, о величайший из волшебников! 9- Да, верни ему дворец! – сказала бабочка, порхавшая в темноте, как моль. 9- Отдай ему дворец и не прибегай больше к такому ужасному колдовству! 9- Хорошо, милая, – ответил мотылек с напускной храбростью. 9- Ты сама видишь, к чему привели твои придирки! 9Мне то, конечно, все равно! 9Я привык и не к такому колдовству, но ради тебя и Сулейман-бен-даута я готов поставить дворец на место! 9Он снова топнул ногой, и в ту же самую минуту духи бережно опустили дворец на землю. 2Солнце ярко освещало темную листву апельсинных деревьев, птицы пели, а бабочка лежала под комфорным деревом, еле двигая крылышками и твердила взволнованным голосом 0- Я больше не буду! 2Я больше не буду! 3Сулейман-бен-даута от смеха не мог говорить. 1Он погрозил пальцем мотыльку и, заикаясь, прошептал, 1- Ах ты, чародей! 2К чему ты вернул мне дворец, если я должен лопнуть от смеха? 1- На этой картинке изображены четыре быстрокрылых духа, которые поднимают на воздух дворец Сулейман-бен-даута в ту самую минуту, как мотылек топнул ногой. 9Сады, дворцы и окружающие постройки были подняты на воздух, словно на подносе, а на их месте в земле осталась глубокая яма, полная пыль и дыма. 0В правом углу картины, около зверя, который похож на льва, вы увидите Сулейман-бен-даута с волшебной палочкой в руке. 9Зверь, похожий на льва, и есть лев, высеченный из камня, а предмет, похожий на крынку молока, на самом деле угол храма или другого здания. 9Сулейман-бен-даут перешел туда, чтобы быть в стороне от пыли и дыма, когда духи умчали дворец. 9Я не знаю, как звали духов. 1Они были слугами Волшебного Кольца, принадлежавшего Сулейман-бен-дауту, и сменялись почти ежедневно. 9Принадлежали они к числу самых обыкновенных быстрокрылых духов. 9Внизу картины изображен добрый дух по имени Акрет. 9Он занимался тем, что кормил мелких морских рыбок три раза в день. 9Крылья у него были из чистой меди. 1Я его нарисовал, чтобы показать вам, как выглядят добрые духи. 9Он не помогал поднимать дворец, так как в это время кормил рыбок в Аравийском море. 9- Вдруг послышался страшный шум. 9Это 999 султанж с криком и визгом выбежали из дворца, созывая своих детей. 9Они сбегали с мраморной лестницы по сто в ряд и спешили к фонтану. 9Мудрая Балкиз пошла им навстречу и спросила, что с вами случилось, султанша? 9Они остановились на широких мраморных ступенях постов ряд и крикнули, что случилось? 9Мы мирно жили в своем золотом дворце, как вдруг дворец исчез, и мы очутились в непроглядной тьме. 9Грянул гром, и во тьме стали сновать духи. 9Вот что случилось, старшая султанша! 9Такого испуга нам еще никогда не приходилось переживать. 2Тогда красавица Балкиз, по мудрости почти не уступавшая самому Сулейман бен Дауду, сказала:"Успокойтесь, султанши!" 9Один мотылек пожаловался на свою жену за то, что она с ним ссорилась. 9Наш повелитель Сулейман бен Дауд счел нужным дать и урок смирения и покорности, так как эти добродетели высоко ценятся в мире бабочек. 9Ей возразила египетская султанша, дочь фараона, не может быть, чтоб наш дворец взлетел на воздух словно песчинка, из-за какой-то бабочки. 9Нет, вероятно, Сулейман бен Дауд умер и сама природа громом и тьма не возвестила нам об этом. 9Балкиз тряхнула головой и сказала султаншам:"Идите, смотрите!" 9Они спустились с мраморных ступеней по сто в ряд и под камфорным деревом увидели мудрейшего из земных владык. 9Сулейман бен Дауд все еще заливался от смеха. 1На каждой руке он держал по бабочке, и султанши слышали, как он говорил, о женам моего воздушного брата. 9Помни, что ты должна угождать мужу, иначе он опять топнет ногой. 1Ты сама убедилась, что он великий волшебник. 9Недаром же он похитил дворец самого Сулейман бен Дауда. 9Ступайте же с миром, дети мои! 9Он поцеловал им крылышки, и они улетели. 9Тогда все султанши, за исключением красавицы Балкиз, которая стояла в стороне и улыбалась, упали ниц, мысленно рассуждая, 9если все это случилось из-за того, что один моталек недоволен своей женой, то что ж будет с нами, 9когда мы непрестанно надоедаем нашему повелителю своими ссорами и криком? 9Они накинули покрывало, зажали рты руками и на цыпочках побежали обратно во дворец. 9Тогда красавица Балкиз вышла из-за высоких красных лилий под тень комфорного дерева, положила руку на плечо Сулейман бен Дауда и сказала 9- А мой повелитель и сокровища моей души! 9Радуйся! 9Султанши Египта, Эфиопии, Абиссиния, Персия, Индия и Китай получили хороший урок, которого они не забудут. 9Сулейман бен Дауд, издали наблюдая за бабочками, порхавшими на солнце, сказал 9- А моя подруга и алмаз моего счастья! 9Я не заметил, как это случилось. 8Ведь я все время шутил с мотыльком. 9Он подробно рассказал Балкиз историю с мотыльком. 9Нежная, любящая Балкиз ответила, а мой повелитель и владыка дни моих! 9Я спряталась за комфорным деревом и все видела. 9Это я научила бабочку, чтобы она заставила мотылька топнуть. 9Я надеялась, что мой повелитель в шутку сотворит какое-нибудь великое колдовство, а султанши при виде этого испугаются и притихнут. 9И она рассказала ему все, что султанши говорили, видели и думали. 9Сулейман Бен Даут протянул ей руки и весело сказал, а подруга моя и усла до дни моих. 9Знай, что если б я совершил это колдовство из гордости или гнева, то был бы так же престижен, как тогда, когда я хотел накормить всех зверей в мире. 9Но, благодаря твоей мудрости, я совершил колдовство ради шутки, чтобы потешить мотылька. 9Оказывается, что я в то же время избавился от неприятностей с моими сварливыми женами. 9Скажи же мне, подруга моя и сердце моего сердца, откуда ты почерпнула такую мудрость? 9Султанша Балкис, красивая и стройная, взглянула прямо в глаза Сулейман Бен Дауду и, склонив головку набок, как та бабочка, ответила, 9- Во-первых, я люблю тебя, мой повелитель. 9Во-вторых, я хорошо знаю женский характер. 9Они возвратились во дворец и жили счастливо до конца дней своих. 5А ведь правда, Балкис ловко придумала? 9- Да.